Включай. Поехали. Ну что, здравствуйте, дорогие друзья. Мы снова вас рады приветствовать на канале, организованном в серии вебинаров некоммерческого партнерства АДИД. Несколько организационных вопросов. Александр Артамонов, который у нас отвечает за техническую часть, сейчас вырубил вам всем микрофоны. У меня к вам просьба, чтобы не было технических помех, пожалуйста, пишите в чате, в групповом я буду за ним следить, пока наши коллеги выступают. А план у нас сегодня такой, из-за того, что мы все оказались в некоторой такой стрессовой, непривычной ситуации, мы решили получить поддержку сообщества профессионального и друг друга. Потому что понятно, что все мы находимся сейчас дома, на самоизоляции, рядом с нами наши семьи, которым тоже нужно оказывать поддержку. Дети у нас учатся в стрессовой или суперстрессовой ситуации. Особенно повезло счастливым родителям, у которых ребенок не один. И как-то хочется все-таки сохранить внутреннюю гармонию, но при этом еще не забывать о себе и выполнять в том числе и свои профессиональные функции. И как нам это вот все удастся, мы решили просить поддержки у психологов профессиональных. Я сейчас открою экран и познакомлю вас с планом нашего сегодняшнего вебинара. Наши эксперты — это Александра Караваева, психолог Государственной Третьяковской галереи. И Мария Безносова, которая специализируется по детской психологии из Петербурга. Мы попытаемся ответить на следующие вопросы. Как поддержать эмоционально себя и своих близких, и в том числе детей? И как поддержать работоспособность и психологический климат в коллективе? Вы можете писать, задавать вопросы в чат, я их буду обязательно озвучивать. А после этого мы хотели бы поговорить вместе с вами, как мотивировать сотрудников музея к удаленной работе. И здесь мы пригласили директора Тотемского музейного объединения Алексея Новоселова, директора историко-литературного музея города Пушкина, Царское село Санкт-Петербург, Наталью Петрову и Наталью Карпухину, главного хранителя музея истории ГУЛАГа, поделиться своим опытом, как они это устраивают в жизни своих музеев и своих коллег, соответственно. После этого я попрошу Надежду Викторовну Бракер рассказать. мы приготовили вам сюрприз. Рассказать о том, как Адит как раз готовится к... Вернее, как Адит вам приготовил сюрпризы и как он отвечает на вызовы времени сейчас. Ну что, тогда я предлагаю, предоставляю слово нашим экспертам. И первых, кого мы приглашаем, мы приглашаем, наверное, Александру Караваеву, да? Да, спасибо, Мария, за предоставленное слово. Сейчас я... А, сейчас я бы как раз включила бы свою презентацию и как раз начала бы с общей ситуации, которая сейчас возникла, да, с теми стрессорами, которые у нас есть, с теми тревогами, страхами. Мне бы хотелось целиком обозначить всю эту ситуацию, проговорить какие-то важные моменты, ну и дать какие-то рекомендации определенные по тому, как справляться с тревожными какими-то состояниями, да, по тому, как организовать свое рабочее пространство, да. Все мы сейчас, в общем-то, как-то вынуждены организовывать его удаленно, как-то работать и, конечно, по тому, как находить какие-то ресурсы, возможности для того, чтобы работать удаленно, для того, чтобы, да, как-то взаимодействовать со своими близкими, ну и, в общем-то, как-то сберечь себя в это очень такое непростое время. Так, сейчас я включу презентацию. Ну и, конечно, да, попутно я буду отвечать на те вопросы, которые будут возникать, ну и в том числе какие-то вопросы вы уже присылали, может быть, тоже также в своей речи я некоторые из них затрону. Да, ну вот мне в целом хотелось бы обозначить, что вообще такое сейчас происходит, с чем мы столкнулись, а столкнулись мы действительно с такой... Видно сейчас, да, презентация? Не в ту сторону. Все видно, коллеги, да? Нет, не видно. Не видно? Видно. Видно? Кому-то не видно, я слышу там кто-то говорит, что не видно. С чем мы столкнулись сейчас все, да, и это такая общемировая практика, которой делятся в том числе коллеги за рубежом, да, там американские, европейские коллеги, они, собственно, вот обозначили это такие, связанные с стрессовой ситуацией, которая возникла на фоне пандемии, и назвали ее такие ковид-стрессоры. Что же они из себя представляют? Это, конечно, во-первых, что на нас действует как стресс, очень большой стресс сейчас. Это физическое дистанцирование и социальная изоляция, в которой все мы оказались. Безусловно, страх заражения, да, это такая некая угроза, с которой мы столкнулись все, и, конечно, здесь это то, с чем... То, что мы не можем контролировать, и здесь, конечно, могут возникать на этом фоне разные чувства и разные переживания. Безусловно, это тревоги, это и возможность потери дохода, и возможность потери питания, да, и возможность потери жилья, и так или иначе работы. Удаленная работа, работа на дому, тем более в присутствии детей, безусловно, действует на нас как определенный стресс, потому что иначе как-то приходится организовывать собственное пространство, иначе как-то приходится организовывать свое время. Да, бывают даже такие ситуации, когда приходится как-то делить один компьютер в семье, и это, конечно, здесь могут возникать разные сложности и конфликты. Обучение детей на дому, да, и сейчас там свои практики, и в целом я слышу от людей, что это такая дополнительная нагрузка, дополнительный стресс, когда возникла необходимость дистанционно не только работать, но и учить детей, да, и иногда, в том числе даже, чтобы обучить ребенка компьютеру, да, если там какие-то начальные классы, уходит много времени. Ну, безусловно, те стрессоры, которые есть, это страхи и страхи смерти, страх потери близких, ну и, конечно, связанные с ними страх по переживанию, возможному переживанию этого горя, и скорби по утрате любимых, значимых для нас. Ну, возможно, да, кто-то переживает именно эти потери, утрату близких. Ну и, конечно, одним из стрессоров может являться такое некое недоверие к правительству и, да, несогласие, возможно, с какими-то мерами, ими предпринятыми. Ну и что же совсем в связи с этими стрессорами мы можем наблюдать? Какие процессы мы можем замечать в себе? Но, безусловно, хочется сказать, что сейчас, столкнувшись со всеми этими стрессорами, конечно, мы можем переживать различные чувства, да, различные, так называемые, защитные реакции, которые у нас есть. Для кого-то защитная реакция может быть таким отрицанием, тотальным отрицанием и невозможностью даже столкнуться с этой ситуацией, да, с ситуацией, и, там, знаешь, я нередко слышу, как люди говорят о том, что, ну, меня-то это точно не затронет, я, там, в этом смысле не уязвим, чего мне бояться, да, и в том смысле такие люди могут некую угрозу для общества предоставлять. Есть совершенно противоположная крайняя ситуация, да, когда люди впадают в такие панические состояния, и можно вот как раз как иллюстрацию привести тот пример, когда в самом начале люди начинали закупать гречку, начинали закупать туалетную бумагу, да, это, конечно, вот связано с теми чувствами, которые переполняют, с теми эмоциями, которые невозможно выдерживать, потому что ситуация действительно экстремальная, она может пугать, она может вызывать много чувств тревоги из-за той неопределенности, в которой мы находимся. Даже сейчас, как мне кажется, что отчасти адаптировавшись к этой ситуации, да, уже есть определенность, что какое-то количество времени мы будем сидеть дома, да, что у нас есть определенные ограничения, что у нас есть, условно говоря, есть, что есть, есть, что пить, да, там все родные вроде бы с нами, все равно так или иначе эта неопределенность может как-то фонить, фонить для нас и, не знаю, напоминать о себе и также вызывать тревогу. Но что бы мне здесь хотелось в том числе сказать, что любая эмоциональная реакция, которая может возникнуть на все эти, как следствие, да, этих всех стрессоров, это нормально. И, ну, здесь скорее важно больше прислушаться к себе, понять, что происходит с вами, понять, с какими чувствами вы в этой ситуации можете сталкиваться, ну, и в этой ситуации как-то, если чувствуете уязвимыми себя, да, какую-то ощущаете беспомощность, возможность обратиться за помощью, возможность обратиться за помощью к специалистам, возможность обратиться за помощью к коллегам, возможно, это тоже будет некая поддержка, да, за помощью к своим близким. В целом, если говорить, как на нас влияет стресс, ситуация неопределенности, ситуация, когда мы не можем контролировать ситуацию, как я сказала, это уже вызывает много чувств, да, но также чувства вызывают и ситуации некой потери. Потери, это, они могут не быть только напрямую связаны, например, с потерей родных, близких, это, эти потери могут быть связаны, да, с потерей, допустим, того финансового благополучия, которое у вас было, или какой-то финансовой стабильности, потеря, там, дохода, потеря возможной работы. И, конечно, так или иначе, это действительно, опять же, нас сталкивает с какими-то сильными переживаниями, с тревогой, страхом, злостью, грустью, обидой, каким-то ощущением уязвимости и вот вплоть до панических состояний, как я об этом говорила, да, и определенным образом реагирует наше тело на стресс, да, стресс прямым образом может угнетать иммунную систему, да, может влиять на сон, на наш сон, на потерю или наоборот пробуждению такого сильного аппетита, приводить, да, к головным болям, гипертонии, тахикардии, и, так или иначе, наше тело очень откликается на вот все эти стрессовые факторы. Ну, и что важно здесь сказать, что действительно реакции на стресс могут быть разными. Ну, и в связи с этим, да, хотелось бы отметить то важное, что на этом фоне могут происходить, в том числе в семье, некие конфликты, да, что кто-то одним образом справляется со стрессом, да, у кого-то там снижена паника и тревога в более-менее в стабильном состоянии, кто-то в более таком паническом состоянии, и, конечно, так или иначе, это может провоцировать какие-то конфликты. И что важно здесь понять, что реакции могут быть абсолютно разные, и чем мы можем помочь, как я сказала, за помощью мы можем обратиться к своим близким, к своим родным, но и также оказать такую же поддержку, такую же помощь своим близким. Что может, здесь бы хотелось уже перейти непосредственно к рекомендациям, да, что может нам помочь справиться с тревогой, особенно с тревогой, когда она начинает нарастать, какой-то такой очень высокий фоновый уровень вы начинаете тревоги ощущать. Ну, безусловно, конечно, здесь часто помогают физические нагрузки, например, занятия ровным и ритмичным спортом. Ну, это может быть, да, вот в слове самоизоляции сейчас и ходьба на месте, и приседания, и гимнастика. Ну, достаточно 10-15 минут в день. Занятия медитацией, релаксацией, растяжки, ну, это, опять же, такие очень важные какие-то возможности переключиться на тело, немножко уйти от тревожных мыслей. Если не получается медитация, она редко получается с первого раза, да, то здесь очень важно как-то не оставлять свои попытки. Сейчас в интернете открыт огромный доступ к разным ресурсам, и как-то его в том числе можно как-то задействовать для того, чтобы экспериментировать, для того, чтобы пробовать различные практики. Есть совсем короткие практики. Я бы потом могла бы поделиться некоторыми видео, которые у меня есть, которые вот описывают эти практики. Телесные активности, да, это физическая нагрузка, как я уже сказала, душ, ванна, массаж, какие-то тактильные практики. Здесь можно и готовить еду, да, что-то месить, это тесто руками, что-то тереть, но это так иначе возможность какой-то активной вовлеченности тела в процесс. Такие, что бы я еще могла здесь рекомендовать, ну, и не только я, это, да, такое памятка вообще от всех психологов, такая собранная, общая. Поддерживающее, поддерживающее окружение, это тоже, тоже также очень помогает в том, чтобы справиться с тревогой. Ну, причем самое интересное, что здесь в этом смысле слабые какие-то социальные связи, они могут наиболее быть эффективными, например, по сравнению с какими-то более тесными, да, потому что ваши близкие могут быть уже перегружены какой-то информацией, перегружены эмоционально, ну, и в этом, в этом смысле тогда может спасать какие-то знакомства, в том числе, может быть, общение с коллегами. Ну, и вот доказано на самом деле, что есть, у кого есть такое поддерживающее окружение, это позволяет людям легче справляться с негативом и даже с какими-то болезнями, ощущениями. Важно соблюдать психогигиену, ну, вот об этом можно отдельно долго говорить, да, что важно себя ограничить от большого количества источников информации, потому что действительно информации сейчас много в социальных сетях, новости, которые мы слышим, это то, что может вызывать сильную тревогу, особенно, когда эта информация переизбыточна. И в этом смысле тогда важно как-то отсечь часть источников, да, но если важно быть в курсе дела, можно отвести для этого какое-то определенное время, например, там, не знаю, 30 минут с утра и 30 минут вечером. Сказать себе, что это время для просмотра новостей, а все остальное время уже посвятить каким-то другим важным делам. Ну, и в том числе, это возможность как-то изолироваться от того, тех людей, которые, в общем-то, как-то транслируют и распространяют эту панику, да, и те, которые так или иначе пытаются справиться за счет вас с этой тревогой. Ну, то есть, да, не позволять себя использовать как некое такое ведро для эмоционального слива. Ну, и, возможно, да, сейчас нам время как-то ограничить эти контакты. При тревоге очень важно отвлекаться, так как вот некоторые участки мозга могут перевозбуждаться, и возможность отвлечься, переключиться на какую-то другую информацию, задействовать другие участки мозга, посмотреть фильм, заняться уборкой, там, послушать музыку, ну, что угодно вам может помочь в этой ситуации, оно как раз вот позволяет снизить это напряжение. Что еще может здесь помочь? Психотерапия, безусловно, в конце своей презентации я дам контакты, к кому сейчас можно обратиться. Сейчас достаточно количество горячих линий работает по всей России, которые, где оказывают психологическую помощь, квалифицированные специалисты. Да, также есть сейчас много бесплатных программ, но в том числе вы также сможете получить рассылку и воспользоваться этими контактами. Что еще? Да, важно следить, кстати, за балансом воды. Вот здесь я указала некоторое количество, понятно, что каждый может потреблять нужное ему количество воды, но, тем не менее, это усредненные данные, потому что так или иначе, когда у нас выводится большое количество воды, когда мы испытываем жажду, это напрямую влияет на наше состояние, тревожное оно или нет. То есть недостаток воды может вызывать, провоцировать тревогу. Управление коммуникациями, да, это детоксикация, я частично об этом сказала, от соцсетей и делать, конечно, если возможно, небольшие перерывы в общении с семьей, да, уединяться на какие-то, на какое-то время. Сейчас, конечно, у нас, думаю, этого времени не так много, да, это время, наверное, там, перед сном или во сне, возможность как-то ограничить наше общение с родными, да, и там на время, когда мы погружены в нашу какую-то работу. Но, тем не менее, это что важно и необходимо делать. Ну, ритуалы также помогают, какие-то важные для вас привычки, также привести, стабилизировать свое состояние, привести в какое-то нормативное вас состояние, успокоить. Антистресс-рукоделие, да, это то, что также позволяет, дает возможность переключиться на какую-то другую деятельность. Ну, и важно, чтобы здесь было какое-то дело, которое вы уже чем-то, что вам знакомы, чем вы уже занимались. Вот 30-40 минут, они позволят и замедлить ваш сердечный ритм, и дыхание, то есть и стабилизировать ваше физическое состояние. Ну, ментальные тренировки иногда такие тревожные, если они, панические состояния возникают, необходимо просто переждать, да, можно как-то мысленно тренировать себя на то, что это временно, это пройдет, можно поспорить с тревожными мыслями. Ну, и иногда вот юмор является таким эффективным методом и самопомощи, и поддержки других. Ну, и что не рекомендую, и я не рекомендовал и мои коллеги в этой ситуации, каким способом прибегать, хотя, я знаю, так или иначе, это звучит нередко, что их используют, но эти способы не являются эффективными, да, как, например, употреблению алкоголя, потому что на самом деле алкоголь такой депрессант, он усиливает тревогу и депрессию, выводит воду, в общем, да, на коротких дистанциях может быть он как-то на короткий момент работает, но на самом деле не улучшает нашего эмоционального состояния, не стабилизирует его. Сладкая еда и напитки, да, здесь, возможно, если часто прибегаем к такому способу совладания с тревогой, могут возникнуть циклы заедания тревогой, но и, конечно, сладкая для некоторых действий таким образом, что повышает гормоны стресса. Не рекомендовало бы употребление психоактивных веществ, да, таких как кофе, чай, энергетики, так как для тревожных людей они вообще противопоказаны, так как они вызывают еще большую тревогу. Как я сказала, да, очень важно ограничивать информационное пространство, убирать инфошум, да, потому что постоянное отслеживание новостей, оно может вызывать и бессилие, и если мы наблюдаем за какой-то общей паникой и тревогой, и при этом ничего не можем сделать. Так, ну и сейчас об основных рекомендациях я сказала, мне хотелось бы в том числе акцент сделать на таких важных вещах, тоже вкратце коснулось это, о том, что по-разному мы справляемся с нашей тревогой, по-разному мы справляемся с нашим эмоциональным состоянием, да, кто-то более-менее стабильен в этой ситуации, кто-то менее стабилен, но ситуация для всех экстремальная, ситуация для всех необычная, для всех для нас это стресс, и, конечно, и то, что стресс на нас действует, выводит нас из эмоционально стабильного состояния, в том числе, да, то, что мы сейчас вынуждены пребывать в самоизоляции, пребывать с нашей семьей, иногда это, да, какие-то совершенно небольшие пространства, пребывание 24 на 7, конечно, это для многих большое испытание, и, конечно, в семье сейчас происходит обострение конфликтов, и, ну, это те некоторые рекомендации, но это общие, конечно, рекомендации, каждую отдельную историю важно рассматривать отдельно, что можно, о чем можно думать, что можно рекомендовать, но, безусловно, как я уже сказала, что иметь в виду, что все по-разному реагируют на стресс, все по-разному переживают, и здесь как-то признавать, что у другого другие способы справляться и адаптироваться к ситуации, они ему присущи, как-то дает возможность принять и поддержать его в такую трудную минуту. Опять же, возможность как-то обсуждать и поговорить о возникающих трудностях, да, о том, что волнует, что беспокоит в данной ситуации, что конкретно выводит из равновесия, ну, и, как я уже сказала, возможность как-то дистанцироваться, дистанцироваться, да, иметь какое-то свое пространство, хотя бы, там, полчаса, час в день, там, не знаю, если есть возможность где-то хотя бы закрыться на какое-то время, это то, что как-то тоже очень помогает в таких непростых конфликтных ситуациях, потому что, безусловно, конечно, все те конфликты, которые, возможно, были в ваших семьях, которые как-то тлели, уходили на второй план, сейчас они могут обостряться. Ну, и очень важный, интересный момент, да, к которому можно прибегать в ситуации конфликтов, это такое, не сваливаться в какую-то обвинительную позицию, говорить об этом через такие «я послать», называется в психологии, да, когда мы говорим от первого лица, что то, что сейчас происходит, да, это у меня вызывает злость, да, то, что сейчас происходит, меня обижают или задевают твои слова, да, и это то, что позволяет как-то наладить коммуникацию и удержаться от такой эскалации конфликта. Коллеги, сейчас как-то слышно, я не слышу обратной связи, никого не слышу. Спасибо, все хорошо слышно, видно. Все хорошо слышно, да. Как-то я как будто вас потеряла на какой-то момент. Да, ну и что важно, о ресурсах я буду отдельно говорить, важно прислушиваться к себе в ситуациях, в новых во всех этих ситуациях, да, и использовать их как-то иначе для себя. Ну и сейчас я уже непосредственно перейду к тем рекомендациям, как возможно организовать свое пространство, организовать свое время в семье, как структурировать время, да, и прежде мне бы хотелось сказать, что для начала, прежде чем как-то, да, организовывать удаленную работу, нужно думать о том, что, ну, на самом деле ситуация поменялась, ситуация стала совсем иная, что, конечно, работать удаленно и выполнять те функции, те обязанности, которые мы раньше выполняли, ну, скорее будет невозможно, да, и в этой ситуации, мне кажется, легче как-то признаться в этом, что ситуация изменилась, ситуация другая, и, в общем-то, да, наверное, снизить как-то в этом смысле требования от себя самого, ну, и, возможно, да, от своих сотрудников, я уже сказала, все справляются по-разному со стрессом, и, конечно, кто-то сейчас способен вернуться к работе и к своим непосредственно должностным обязанностям, кому-то с этим сложнее, тяжелее, кто-то вообще переживает такой глубокий стресс и может переживать глубокую апатию, что нередко тоже я вот слышу о тех, о том, о чем говорят клиенты в моей непосредственно психотерапевтической практике, но и на что тогда важно в том числе обратить внимание, что на самом деле работа может быть очень большим таким подспорьем и может быть большим ресурсом сейчас для всех людей, да, потому что те рекомендации, которые я озвучила по тому, как справляться с этой тревогой, конечно, они так или иначе были направлены на какую-то деятельность, да, там, физические нагрузки, возможность как-то отвлечься, и в этом смысле работа и наше дело какое-то, наше занятие, оно в том числе такое является очень важным способом для того, чтобы совладать с этой тревогой, совладать с бессилием, которое может возникать в какой-то ситуации, и это то, что, да, мы можем контролировать в какую-то минуту своего времени, да, возможность контролировать, возможность вернуться к каким-то своим обязанностям, ну, это как раз то, что позволяет нам справиться вот с тем бессилием, что мы властны на самом деле на чем-то, и сейчас это, например, наши обязанности, которые мы будем выполнять. Ну, и что важно, я здесь хотела сказать, что на работе это то место, где в том числе мы можем получить поддержку от коллег, да, как-то справиться об их состоянии, поддержать их, услышать какие-то, там, не знаю, теплые слова в свой адрес, да, это то, что очень поддерживает, ну, и, да, это работа, в частности, это про некое такое определенное будущее, если она есть, здесь важное, конечно, уточнение, которое в том числе нам позволяет справляться с страхом некой такой неизвестности. Ну, и что могло бы помочь нам организовать процесс работы удаленно, сделать его более эффективным, несмотря на все возможные трудности. Ну, конечно, безусловно, проговорить с семьей, да, что, несмотря на то, что вы находитесь дома, не всегда понимают это дети, маленькие дети, да, что ваше присутствие дома в рабочее время, оно требует изменить формат общения, и то, что если вы находитесь дома с семьей, это не значит, что все ваше время принадлежит безраздельно вашей семье, что у вас есть определенные задачи, задания, на котором вам требуется конкретное время. Безусловно, необходимо организовать рабочее место. Это не обязательно должен быть рабочий стол, да, это не обязательно такие вот какие-то определенно закрепленные места, это может быть просто даже комфортное какое-то удобное место для вас. Ну, учитывая то, что сейчас там, как я уже сказала, приходится делить один, возможно, компьютер, да, возможно, одно какое-то пространство, один рабочий стол, ну, найти это место какое-то маленькое для себя, обозначить свои границы, что оно будет только ваше и принадлежать только будет вам, условно говоря, да, и если такая вот борьба за технику, да, за ноутбук, за компьютер происходит, важно так какое-то внести и создать график для себя, что, условно говоря, там, ваши дети до часу, до двух могут использовать компьютер, а дальше это время непосредственно принадлежит вам, и вы можете выполнять свои обязанности. Ну, и важно помнить, что, да, в работе из дома ключевое здесь все-таки слово работа, и в этот, находясь на удаленной работе, вы все-таки работаете и, да, свое время посвящаете рабочим задачам. Важно подготовиться к рабочему дню, то, как вы готовитесь обычно к, готовились обычно к походу на работу, сделать там, не знаю, условно говоря, например, для кого-то это зарядка, для кого-то там возможность принять душ, позавтракать и надеть привычную работу, привычную одежду. И, возможно, сохранить какие-то привычные для себя ритуалы. Это то, что, в общем-то, сможет привести и структурировать ваше время и привести к какому-то вашему привычному распорядку, к какому-то вашему привычному состоянию. Важно быть на связи, да, можно делать, например, перерывы какие-то в графике, но важно оставаться каким-то собранным, дисциплинированным и все-таки помнить, что удаленная работа ключевое здесь слово все-таки работа. Нередко вопрос был во многом про, да, мотивацию, и вот, как мне кажется, вот возможность связываться с коллегами, ну, например, по видеосвязи или аудиосвязи, да, возможность связываться со своими сотрудниками, со своими коллегами по телефону, это в том числе возможность как-то структурировать рабочий день, да, какие-то, условно говоря, обозначать опорные точки, проверять и контролировать выполненные задачи и выполненную работу. Это может быть неким таким мотивирующим фактором, так же, как и возможность видеозвонков, да, потому что вы не теряете связь, не теряете коммуникацию с коллегами и можете поддержать друг друга даже в эти короткие промежутки времени, если вы там созваниваетесь на 10-15 минут, ну, да, синхронизируйтесь с коллегами, на каком этапе, если вы, допустим, ведете какой-то общий проект, вы можете созвониться, да, и обсудить какие-то важные для вас вещи. Исключите инфошум, да, я уже много сказала, и в том числе какая-то дополнительная информация, которая заполоняет наше сознание, которая, в общем-то, так приводит, может приводить наше состояние такое, возможно, каким-то паническим состоянием, да, вызывать чрезмерную тревогу. Вот это вот все важно, в том числе, когда вы работаете, как-то ограничить себя от новостей в социальных сетях, от как-то постоянным и частым их обсуждений, возможно, там, не знаю, с коллегами или с друзьями. Ну, и, конечно, безусловно, критически оценивать входящую информацию, это тоже очень важно. Это позволит как-то удержать фокус на том, что происходит, и не сваливаться, как я уже сказала, через методы, эмоциональные реакции. Ну, и поддержка — это всегда то, что и мотивирует, в том числе, и поддержка руководителя своих сотрудников, и поддержка друг друга, поощрение, да, какие-то приятные слова, ну, и вообще возможность как-то разделить те переживания, которые сейчас происходят, и если она есть, это возможность с коллегами, это вот очень здорово, это то, что как-то наполняет и в том числе дает ресурс. Ну, о ресурсах я сейчас скажу чуть ниже. Вот, собственно, к ним сейчас мы и подойдем. Действительно, сейчас сложилась такая ситуация, что мы лишены привычных вещей, да, и если для нас, условно говоря, там, возможностью наполнения, внутреннего наполнения, да, силами был поход, например, куда-нибудь там на природу, то природа, да, действительно, что очень как-то наполняет, поддерживает вот эти вот внутренние силы, то, конечно, безусловно, сейчас в условиях самоизоляции мы многого лишены. Но, тем не менее, да, есть какие-то очень простые, очень простые вещи, которые могут нас в этой ситуации поддержать и которые, может быть, бессознательно, или кто-то уже осознанно для себя их выбирает. Но, например, важная вещь – это забота о себе, да, это здоровый сон, это горячая еда, это возможность отдохнуть, те же небольшие перерывы, например, в работе, удаленной работе, это то, что позволит вам как-то какие-то в трудные минуты наполниться энергией. Маленькие радости, безусловно, устраивать для себя. Это может быть, да, там, прослушивание любимой музыки, это может быть просмотром любимого фильма, это может быть, не знаю, какой-то любой, любым рукоделием, книгой, да, какая-то то, что вас вдохновляет. Ну и вообще возможность как-то посвятить время себе, найти его среди бытовых забот, забот о семье, ну, совсем какое-то небольшое время выделить для этого. Ну и, кстати, да, я говорила о возможности общения с природой, о том, что мы как-то сейчас этого лишены, а на самом деле это то, что можно даже общение какое-то с природой наладить в домашних условиях, это как у нас есть домашние животные, возможность как-то общаться с ними, возможность вырастить, не знаю, там, растить на своем подоконнике рассаду или цветы и наблюдать за тем, как они распускаются, за тем, как они растут. Это, в общем-то, тоже то, что может поддерживать и то, что может вдохновлять. Ну и, конечно, поддержка, поддержка других, поддержка своих коллег, поддержка своих друзей, поддержка своих близких, возможность позвонить даже по телефону, поговорить, уделить несколько минут для того, чтобы услышать, как они себя чувствуют. Это, в общем-то, то, что дает ресурсы, потому что в том числе наполняет нас очень важными смыслами, да, что мы живем не только для себя, но и можем заботиться о других и, в общем-то, давать какую-то поддержку другим. Но из основного, о чем мне хотелось сказать, да, так все очень как-то бегло, конечно, информации много, я уже в самом конце, да, но мне бы хотелось еще сказать о том, какую поддержку вы можете получить. Я уже отметила возможность получения какой-то, помимо поддержки близких, психологической помощи и, да, возможность консультирования по каким-то очень острым и актуальным для вас вопросам. Вот здесь списки телефонов, которые я размещаю. Я так думаю, что получите их в рассылке, потом и сможете к чему-то обращаться. Здесь телефоны общероссийские указаны, да, вот там, в частности, телефон горячей линии по вопросам коронавируса, да, едино-консультационный центр Роспотребнадзора, горячая линия службы по труду и занятости, ну и вот тоже контакты, если кто-то столкнулся, сталкивается с домашним насилием, к кому можно было бы обратиться. Это зона права, вот здесь, да, мобильный телефон, можно обращаться и в WhatsApp, и в Telegram, где кому удобно. Ну и вот некоторые контакты психологов, психологических центров, горячая линия центра имени Сербского, там консультируют психотерапевты. Кризисные психологи, да, судебно-экспертной палаты РФ открыли горячую линию для заболевших коронавирусом и их родственников, ну а также для тех, кто потерял работу или бизнес. Тоже здесь прямая линия, общероссийский телефон. Международный центр экзистенции, он находится в Москве, но тем не менее они дистанционно сейчас проводят консультации со всеми людьми онлайн, работают там в Zoom, в WhatsApp, и, в общем-то, предоставляют бесплатные встречи со специалистами. Вот сейчас у них программа «Три бесплатные встречи», когда можно бесплатно получить эти консультации, очень необходимые. Ну, здесь дана ссылка на их страницу в Facebook. В Facebook там можно как раз зарегистрироваться, онлайн подать эту заявку, и вас определят уже, непосредственно к специалисту. Ну и также я знаю, что у них много разных групп, бесплатных сейчас помощи, и для тех, кто столкнулся с одиночеством, для тех, кто столкнулся с какими-то трудностями в семье, с контактами в семье, с какими-то конфликтами. В общем, разные тематические группы на Facebook можно посмотреть все это. И сейчас более 100 психотерапевтов платформы Альтер как раз также предоставляет бесплатную психологическую помощь. Сейчас у них есть возможность провести однократную консультацию, предварительно так же онлайн записавшись к специалистам. Но это то, что из основного мне бы хотелось сказать и как-то завершить свою речь. К вопросу мы сегодня еще и перейдем. К словам Петрановской. Мне очень понравились, запомнились ее слова. Это такой детский психолог. Возможно, кто-то знает ее. Что сейчас, конечно, для нас, для всех главная задача продержаться и помнить, насколько, возможно, сейчас бы тяжело и пугающе не выглядело, что на самом деле это временная ситуация. И так или иначе, эта ситуация закончится. И, в общем-то, мы вернемся к нашей повседневной жизни, к нашим повседневным обязанностям. Возможно, в какой-то рутине, в которой мы уже, возможно, успели соскучиться. Ну и, конечно, во многом от нас зависит то, как мы пройдем это время и кем мы будем для своих близких и окружающих людей. Источником стресса или все-таки источником поддержки. Ну и в этом смысле как поддержки для других, опоры для других. И поиск этой внутренней опоры для себя и поддержки для себя важно помнить для того, чтобы как-то сохраниться и пережить вот этот непростой период. Ну, коллеги из основного я сказала. Если можем сейчас перейти к каким-то основным вопросам или уже задать их чуть позже. Александра, Мария Летунова подняла руку. Наверное, у нее вопрос. Мария, задавайте, пожалуйста. Да, Мария, только микрофон себе включите сначала. Ну, Мария вроде бы не задает вопрос. Тогда, коллеги, еще у кого-нибудь есть вопросы? Или мы тогда поговорим уже с Марией Безносовой, а потом, может быть, зададим вопрос, созреют все вместе. Потому что я видела в чате появляются вопросы, посвященные подросткам. Но, возможно, мы на них получим ответ во время презентации. Поэтому давайте подождем. Если нет вопросов к Александре, мы ее благодарим. Спасибо большое. Но, пожалуйста, не расставайтесь с нами. Нет, я с вами, да, мы еще поговорим про... Меня лично очень поддержало в презентации. Спасибо. Про мотивацию, да? Про мотивацию, да. Вернемся к моему мотивации. Сейчас я тогда передала слово. Я бы передала слово Марии Владимировне, которая нам расскажет о том, как же нам тогда с нашими детками себя поддерживать, и их в том числе. Пожалуйста. Да, здравствуйте. Меня зовут Мария Владимировна. Меня слышно? Слышно, слышно. А теперь нет. Мария, включите микрофон, пожалуйста. Есть? Да. Да, все, отлично. Меня зовут Мария Владимировна, я детский психолог. И я сейчас готова ответить на вопросы, которые были заданы сегодня. Что-то не то. Очень извиняюсь. А демонстрацию видно? Демонстрацию видно. А, все, отлично. Спасибо большое. Значит, был задан вопрос, как мотивировать подростка к удаленной учебе при условии, что раньше мотивации, ну, и так не было. Значит, когда мы говорим о подростках, речь может идти о детях, начиная с 11 и даже 10 лет. Значит, если это ребенок до девятого класса, самое главное, вообще, что мы делаем, первое, это мы выстраиваем заново режим. Поскольку раньше была школа, у ребенка было четкое течение того, что с ним происходит, это все нарушается, мы все начинаем поздно ложиться, поздно вставать, режим сбивается, и, собственно, ну, ребенку просто некуда себя деть. Первое, что делается, вы заново выстраиваете весь этот режим. Это значит, что ребенок у вас должен встать хотя бы в 9 утра или в 10 утра, позавтракать, и дальше он идет садиться за уроки. При этом вы ему говорите о том, что чем быстрее он сделает уроки, тем больше времени у него останется для себя, что он сможет позаниматься тем, чем он хочет. Соответственно, выделяется ему место, его можно, так же, как у взрослых, да, при организации места мы можем попросить ребенка переодеться, да, в одежду, может быть, в которой он ходит в школе, надеть рубашку, и, соответственно, вы ему говорите, все, у нас время началось, да, вот там с 11 утра он начинает выполнять свои домашние там задания, которые мы выделили. Если это, что, ну вот, из того, что я слушаю, что происходит? Есть задания, которые просто выдаются ученикам, есть дистанционное обучение, когда есть еще какие-то видеоуроки. Соответственно, если идут прямо видеоуроки, то это определенное время уже задано, и вам нужно просто дальше скорректировать те вещи, которые он должен сделать сам. Если это просто задания, которые вам выдали учителя, значит, вы сами выстраивайте время, когда он садится и начинает выполнять задания. Дальше. Чтобы ребенку было легче, опять же, до 9 класса, мы можно прописать с ним его график, составить расписание на день, прописать этот график, записать это на бумажку, он это вам сам пишет, и как только он что-то сделал, он это вычеркивает. В общем-то, так это работает. Если у вас ребенок уже с 9 класса, то главная мотивация, которая может у него быть, это его профессиональное обучение. То есть, вы ориентируете его на те предметы, которые ему нужно будет задавать по ЕГЭ, которые нужны будут ему для колледжа, университета и всего, что было дальше. Соответственно, старшие подростки, которые у вас уже пошли в 9 класс, они достаточно самостоятельны, и режим дня вы обговариваете с ними сами. Бывает такое, что у вас ребенок действительно сова, и ему легче работать вечером. Тогда вам нужно перенести вместе с ним основную его деятельность на вечер. Если такого нет, то, конечно, лучше делать это утром вместе с тем, как раньше он ходил в школу. Опять же, соблюдение режима. Это очень важно, это выстраивает определенные границы, дает четкость, снимает лишнюю тревогу у ребенка, что есть какой-то план, он ему следует. Значит, составляем расписание, поддерживаем ребенка, как мы строим занятия. 40 минут занимаемся, 10 отдыхаем. Если вы видите, что ребенок устал, значит, 30 минут работаем, 10 минут отдыхаем. То же самое получается, если у вас много детей, там, один ноутбук, какие-то онлайн занятия у каждого ребенка, начинается какая-то чехарда. Берем ручку, берем бумагу, начинаем по времени это выписывать и составляем график. Очень важно составить график и его придерживаться. Во-первых, вам самим будет легче, во-вторых, опять же, вы структурируете ребенка, даете ему какое-то понимание того, что у него будет происходить за день, когда он освободится, когда у него будет время что-либо сделать. Значит, что у нас дальше? Вообще мотивация. Для того, чтобы у вас мотивация сработала, нужно наладить контакт с ребенком. Если у вас хороший контакт с ребенком, тогда, в общем-то, большинство ваших просьб будет услышано и выполнено. Если ситуация сложная, у ребенка пубертатный период, у него гормоны, он всех ненавидит, его заперли дома, все очень сложно, первое, что вы делаете, вы начинайте всей семьей завтракать вместе, завтракать, обедать или ужинать. Создаем такую семейную обстановку, налаживание контакта. Дальше, могут быть совместные настольные игры. И еще, поскольку у нас так получилось, что мы все в одном пространстве сейчас, есть возможность включения в его интересы. Это для многих может быть сложно и не очень понятно, неприятно или неинтересно, но тем не менее это необходимо. Ну, к примеру, у меня есть племянница, ей 15 лет, она увлекается корейской культурой, и когда я прихожу к ней в гости, первое, что я делаю, я начинаю спрашивать про эти корейские поп-группы, которые она слушает, начинаю спрашивать про дарамы, которые она смотрит. Мне неинтересно, ну, то есть это немножко не мое, но тем не менее через то, через этот разговор я налаживаю с ней контакт и узнаю, как ее жизнь. Ребенок раскрывается, я ее поддерживаю и у нас налаживается диалог. Дальше, значит, поскольку у нас мы все заперты в одном доме, всем нужно личное пространство обязательно, возможность побыть одному в каком-то помещение. Это может быть все что угодно, даже если это запираться в ванной на полчаса, пусть будет так. Каждому ребенку нужно время побыть одному, хотя бы 10-15 минут, полчаса, и опять же, если в квартире это двухкомнатная квартира, двое детей, двое взрослых, еще что-то, значит, опять же, это составляется график, когда каждый может побыть наедине с самим собой, обязательно. Это в первую очередь касается самих родителей. Вы должны заботиться о себе, чтобы найти в себе силы позаботиться о ребенке. Значит, давать возможность детям чувствовать себя важными в этой ситуации, когда вы все вместе дома, это помогать по дому. Помыть посуду, пропылесосить, помыть пол, вы передаете эти обязанности ребенку, при этом, если возникают с этим сложности, можно делать так, допустим, говорите ребенку, ты помоешь посуду, я помою кастрюлю, я налью тебе воду, ведро, ты помоешь пол, или ты пропылесосишь в комнатах явно трупы или наоборот, да, то есть вы вроде как бы разделяете, но тем не менее передаете часть ответственности ребенку. То же самое вы берете и делите это между двумя детьми, тремя детьми, то есть им так легче. Значит, есть небольшие упражнения для того, чтобы опять же налаживать контакт. Это, например, совместное рисование с ребенком, если он помладше. Это может быть такие интересные игры, когда вечером вы все вместе, у вас такой благоприятный настрой. Допустим, мне в тебе нравится. Вы по кругу сидите всеми и говорите, мне в тебе нравится, как ты выглядишь, какие у тебя красивые глаза, или как ты умудряешь справляться с такой-то ситуацией. То есть постепенно можно таким образом друг друга похвалить и поддержать. Есть такое интересное упражнение колобок для детей помладше. Вы кладете ребенка на коврик, на кровать, на диван, куда хотите, и говорите, сейчас я буду лепить колобок. И начинайте руками делать такой легкий массаж всего тела. вот, вот, я достала тесто, сейчас я тесто буду месить, вот она у нас, значит, сформирована и вы проходитесь от кончиков пальцев, ног до головы и дальше говорите, вот я сейчас там в колобок буду добавлять, вот я добавляю в этот колобок уверенности, вот я добавляю в этот колобок радости, у меня будет самый радостный колобок, самый добрый, самый талантливый. Потом вы можете спросить ребёнка, каким он хочет быть колобком, солёным, сладким, может быть, ещё что-то, да, и в то же время всё время продолжаете его поглаживать. Таким образом мы налаживаем контакт, делаем лёгкий массаж, ребёнок успокаивается, вы успокаиваетесь. В общем-то, это такой момент. Так, в общем, про это я сказала. А, ну и в целом, если ещё раз вернуться к мотивации для подростков, опять же, если вот это, ну как я уже сказала, да, я так подведу сейчас быстрый итог, потому что если это до девятого класса, то легче всего сейчас сделать упор на том, что он быстро свои уроки сделает и пойдёт заниматься тем, чем он хочет. Если это после девятого класса, то тут мы ставим упор на, опять же, его профориентацию, договариваемся с ним, что ему нужно их сделать для того, чтобы сдать экзамены, сдать ЕГЭ и куда-то двигаться дальше, чтобы он делал то, что он хочет. Сейчас нужно это всё выучить и сдать для того, чтобы дальше он делал то, что он хочет, а не то, что он может, да, то есть повышать свой уровень. В любом случае под мотивацию для детей могут пойти, там, те же возможные постановка любой цели о том, что там летом мы куда-то с тобой сходим или мы сейчас быстро делаем уроки, ты можешь там что-то успеть посмотреть, в том числе, там, не знаю, то же самое, там, попьём чай с чем-нибудь сладеньким успеем, ну, то есть наладить, наладить всё. Так, был ещё один вопрос. Началась сильная конкуренция между детьми, вынуждена помогать старшему со своением ноута, значит, 4-летняя девочка закатывает истерки, требует внимания. Дальше, что происходит, да, что у нас? Опять же, всё возвращается к режиму. Режим у всех сбился, 4-летний ребёнок вообще не понимает, что происходит. Здесь мы выстраиваем дисциплину. Значит, делается следующим образом. Утром вы встаёте, если у вас есть возможность встать раньше всех детей, уделяйте время себе, потом, значит, у вас подъём, они все завтракают, и дальше во время завтрака вы начинайте младшему, старшему ребёнку проговаривать то, что вы будете делать дальше. Если есть возможность, перед тем, как будут занятия со старшим ребёнком, 4-летней девочке уделить время, 10 минут примерно, но именно качественного времени. Что это значит? Это значит, что вы садитесь рядом с ребёнком, играете вы с ним, рисуете, неважно. Важно, что в этот момент вы 10 минут сосредоточены только на ребёнке, только на нём, думаете только про него и ни о чём больше другом. А не так, что вы вместе с ней играете, при этом думаете, вот, сейчас старшему там надо ноутбу включить, суп сварить, туда-сюда. Нет, всё внимание полностью входит в ребёнка. Дети это очень хорошо чувствуют, и, поверьте, им хватает. На самом деле, ребёнку нужно вот качественного времени такого, там, ну, 10-15 минут в день. Ребёнку хватит, на самом деле. И вы всё время проговариваете этот режим дня с младшим ребёнком и объясняете ей правила о том, что сейчас вы занимаетесь со старшим сыном, и это время очень важно, она может пойти поиграть во что-то другое, там, посидеть в соседней комнате. Если есть второй какой-то взрослый, значит, он может взять на себя в это время ребёнка. Если такого нет, и, ну, всё совсем сложно, вот прям совсем сложно, вы берёте 4-летнюю, ну, это одна комната, соответственно, да, мальчик сидит, занимается, вы берёте 4-летнюю девочку, сажаете её где-то рядом, но она у вас занимается каким-то таким тихим делом, то есть она или рисует, или, допустим, перебирает фасоль, берётся тазик, смешивается коричневая фасоль, белая фасоль, берутся маленькие баночки, и ребёнок их начинает наполнять, там, складывает белую фасоль в эту баночку, коричневую фасоль в другую баночку. Очень прекрасная игра, помогает в любой ситуации, можно всем ребёнка посадить, он будет у вас занят. Вот, туда чечевицу можно положить, ну, в общем, такая игра в золушку, условно. Но ребёнок сидит рядом, ваша задача сказать ему, что нужно себя тихо вести. Тихо вести обязательно, иначе, значит, вам придётся её отвести там в другую комнату, и она не может сидеть вместе с вами и со старшим ребёнком. Ну, вот так. И если она не соблюдает требования, вы делаете ей три замечания спокойным, ровным голосом. После третьего раза вы ей говорите, что мы с тобой договаривались, я тебе об этом уже сказала, вы берёте ребёнка и аккуратно отводите его в другую комнату. Ещё раз проговаривайте с ней правила. Оставляйте её в комнате на 4 минуты. Возвращайтесь, да, если она там продолжает рыдать, вы возвращайтесь через 4 минуты, поскольку ей 4 года, по одной минуте на каждый год. Возвращайтесь и ещё раз с ней это правило проговаривайте. Возвращайтесь вместе в комнату, и ровно до тех пор, пока ситуация у вас не лоша, не улучшается. Мы делаем это несколько раз, всё время проговариваем и проговариваем важность этих правил. И обязательно, да, в этой ситуации, опять же, вам нужно время для себя, чтобы у вас был запас терпения. Если вы чувствуете, что вы закипаете, выйдите в другое помещение, продышитесь, попейте водички, умойте лицо, дети очень сильно реагируют на ваши эмоции. Если у вас пошёл негатив, ребёнок это сразу считывает, и всё это вам радостно возвращает. Ещё в большей форме. Значит, я сообщение. Как мы сообщаем ребёнку о том, что нам нужно сейчас время? Ну, тут написана вам ситуация. В данном случае, если мы говорим про девочку, что вы говорите о том, что я сейчас буду заниматься со старшим ребёнком и прошу тебя посидеть там в соседней комнате. Если ситуация накаляется, дальше вы говорите, я очень расстроена, что, значит, тишина нарушена. Или я очень расстроена, что твой брат не может сейчас заниматься. И дальше ждёте, что ребёнок вам ответит. То есть ситуация начинает работать. Вы можете сказать, мне очень не нравится, когда дети меня не слушают. Не знаю, что там ещё. Ну, то есть в зависимости от ситуации, да, и, допустим, она кричит и плачет, вы говорите, я ничего не понимаю, я не понимаю, когда дети кричат. Я могу услышать только спокойного ребёнка. Опять же, смотрите, абсолютно обезлично. Мы не используем слово «ты», мы не используем слово «по имени к ребёнку обобщаемся». Мы всегда говорим «дети», «ребёнок». То есть обезличиваем ситуацию, таким образом не унижая ребёнка, не перенося это прямо на него, а как бы создавая такую общую базу, да, то есть ребёнок больше принимает это на… не сколько на свой счёт, сколько он именно считывает саму ситуацию таким образом. Вот, кажется, я ответила на два, по крайней мере, два вопроса, которые видела я, я на них ответила. Если есть там ещё вопросы… Коллеги, ответили ли вы на вопросы с подростками или требуется уточнение? Те, кто задавал вопросы, Вера Чебунина получила ответ или хотите ещё как-то конкретизировать вопрос? Маша, тут ещё в чате вопрос от Асии Мухаммедшиной по поводу того… Это да, но он общий к психологам. Я сейчас про конкретный вопрос про подростков был. Я просто не очень вижу Веру. Ну, тогда вопрос ко всем. Вот Асия Мухаммедшина задала вопрос, касающийся общения с родителями, со старшим поколением. Понятно, что сейчас невроз у всех нарастает, да, и с экранов телевизоров на нас просто выливается, на них в том числе, и они из-за того, что у них и страхи свои, болезни, очень это всё воспринимают так болезненно, да, и очень зацикливаются на этой ситуации. И когда пытаешься перевести разговор на другую тему, да, они обижаются, воспринимают это как небрежение. Как вот их уводить из этой ситуации? Потому что все говорят, что это самая у нас тяжёлая группа населения, да, и что практически, если человек заболел, то неминуемая смерть впереди. Ну и наши средства массовой информации всё время это муссируют. Как вот их выводить из этого состояния тревожности? Вопросы к Александре, к Марии, в том числе, к обеим. Ну, давайте я попробую начать, да, тут, мне кажется, важный момент в том числе, что на самом деле с нами происходит, да, когда мы слышим какое-то послание от наших родителей, да, о их чрезмерной тревоге, возможно, то, что мы сами как-то начинаем заражаться этой тревогой, и, да, она начинает возрастать, и нам сложно справиться с этой ситуацией, да, и в какие-то моменты, может быть, мы срываемся. Но, как вот я уже сказала, что важно ограничивать себя, да, в том числе от какой-то информации, которая может в том числе в такие моменты дестабилизировать наше эмоциональное состояние, да, и возможное обращение к своим родным с тем, что, да, там, ежедневная информация от них, ежедневный там созвон с ними, там, вызывает много каких-то ваших чувств и переживаний и тревог, да, да, и попросить их, ну, не знаю, допустим, там, сократить количество просмотра этих новостей, договориться об этом, да, что они тоже там будут как-то регулировать эту информацию, потому что, ну, на самом деле, общей информации, которая поступает и которая, возможно, необходима нам оперативно, ее не так много, да, мы просто можем наблюдать, что социальные сети, там, всякие новостные источники, они как-то манипулируют, условно говоря, нашим сознанием, да, они, в общем-то, заигрываются в эти темы, это, да, сейчас актуально, это смотрибельно, и, в общем-то, не всегда это какая-то дополнительная и нужная информация, и это то, что можно снизить и ограничить, и возможность как-то поговорить об этом со своими родителями, чтобы они, допустим, в том числе снизили для себя какой-то этот информационный поток, чтобы они реже, меньше смотрели эти новости, да, также, допустим, полчаса днем, полчаса вечером, а там весь день они так какими-то другими вещами могли заняться, и меньше, в том числе, как-то обсуждали это по телефону, муссировали эту тему, да, это, ну, вот такие какие-то одни из основных способов, но важно, как я уже сказала, здесь как-то обратить фокус на себя, что с нами происходит в такие моменты, вызывает ли это нашу тревогу, что именно вызывает нашу тревогу, что именно может вызывать наше какое-то беспокойство, ну, и возможность как-то обсуждать это со своими близкими и родными. Спасибо. Мария Владимировна, есть что дополнить? Ну, я могу сказать, что, в общем-то, я согласна с Александрой, это действительно нужно просто обсуждать, и на каких-то, может быть, положительных вещах больше акцентировать внимание о том, что вот сколько выздоровело человек, да, о том, что все идет, в общем-то, в положительную сторону, да, делать больше положительных акцентов, и действительно обсуждать о том, что можно поделать еще там дома. Ну, какой-то, да, уводить их по чуть-чуть, но действительно снижать вот этот информационный шум, который сейчас наблюдается. Спасибо. Надежда Викторовна что-то хочет сказать? Надежда Викторовна, включите микрофон, пожалуйста. Саша? Да, есть. Есть. Я хочу поделиться своим опытом. Вот мои дети звонят мне по расписанию, и я думаю, что при общении со старшим поколением тоже расписание очень поможет. У меня есть несколько подруг очень преклонного возраста, и они знают, когда я им буду звонить, и уж когда я позвонила, мы час разговариваем. Вот, поэтому я думаю, что надо сказать своим родителям, я тебя очень люблю, я очень беспокуюсь о твоем здоровье, но давай с тобой договоримся, что ты мне будешь звонить там в 10 утра и в 8 вечера, и мы с тобой будем подробно обо всем говорить. Это и старшим поможет, и вам поможет. Спасибо. Спасибо. Кто-нибудь еще хочет поделиться своим каким-то ноу-хау, или есть ли еще вопросы к психологам? Или мы можем переходить уже к третьей части нашего обсуждения, потому что мы уже почти час, больше часа работаем, хочется обсудить вопросы мотивации. Да, если сейчас вопросов не будет, просто мне хотелось еще кое-какое дополнение сказать о многом. Мария сейчас сказала. Мне хотелось бы в том числе свою позицию некую донести, о том, что действительно сейчас как-то в том числе есть такой большой акцент на детях, и вообще у нас такой некий детоцентризм, можно говорить, в обществе процветает, и сейчас особенно, когда очень много времени необходимо тратить, условно говоря, на это дистанционное обучение, при том, что большинству людей приходится работать, конечно, вот в этом моменте могут возникать сложности. И, как мне кажется, здесь вообще в целом, да, возможно такое смещение, смещение акцента, что на самом деле сейчас как раз больше внимания нужно уделять и давать поддержку тем людям, которые работают, потому что они, в общем-то, основной источник ресурсов для семьи, основной источник заработка. Если, условно говоря, там дети что-то как-то не выучили, там какие-то неправильные глаголы, да, по английскому языку, или если они там, да, какие-то спряжения и еще что-то не успели, там, или не прочитали нужное им произведение, ну, на самом деле у них еще вся жизнь впереди, они это еще успеют нагнать, да, сейчас как-то вот все-таки все силы и такие какие-то ресурсы семьи должны быть как раз направлены на поддержку тех, кто работает, тех, кто, в общем-то, заботится о детях. Ну, и да, для детей, я тут очень поддерживаю Марию, конечно, вот важность осознавать свою ответственность, да, что они могут сделать в конкретной ситуации, как они могут помочь семье, там, не знаю, опять же, развлекать бабушку, можно позвонить бабушке по скайпу, да, пока там мама или папа работают, как это помыть посуду, пока мама занята, но и на самом деле возможности, да, там, как-то 10-15 минут поговорить там с родителями и возможность родителей просто там накормить горячим обедом, это будет то самое необходимое, а когда уже, в общем-то, придем в нормальное русло, вернемся к нормальной жизни, тогда можно будет и догнать все какие-то пробелы в обучении или какой-то, возможно, какой-то там недостаток общения. Вот это основное, что хотелось, чтобы так немножко снизить это напряжение, потому что я сейчас слышу, что некоторые, да, там, нужно использовать все возможности, в том числе, которые сейчас предоставляют это время, там, выучить 150 языков, там, послушать, да, там, все классические произведения изучить, вот, на самом деле, где взять время, особенно тем работающим людям, которые находятся на удаленной работе. Ну, для детей это возможность как-то выбрать что-то для себя, да, поскучать, возможно, и как-то помочь очень семье включиться в деятельность семьи активнее. Спасибо. Мы сказали, да, вот, Александра прозвучала, что работа в том числе является возможность переключиться, и поэтому я хотела пригласить к диалогу коллег наших, музейщиков, да, которые, может быть, расскажут о том, как они руководят, условно говоря, своими коллективами, как они помогают коллективу настроиться на удаленную работу, и какой функционал у сотрудников, и как они их мотивируют к этому. Ну, кто начнет? Алексей Новоселов, Наталья Петрова или Наталья Карпухина. Алексей Михайлович, вы, может быть, включите микрофон тогда, пожалуйста. Здравствуйте. Слышно, да? Да. Вообще, конечно, надо сказать о том, что когда вот эта тема прозвучала, я как-то сразу вспомнил не столь давнее время, время нашего выпуска из школы, когда нашим родителям навязывали достаточно активно целую серию семинаров, каких-то таких родительских собраний на тему ЕГЭ, как снять стресс. И каждый раз, когда мама приходила после этих мероприятий, она всегда говорила о том, что их нагрузили какой-то ерундой, и она не видит, собственно, формат, да, где, собственно, стресс, да, потому что ребенок спокойный, то есть что-то сидит, книжки читает, чем-то занимается. Вот. И сейчас с одной стороны, наверное, ситуация чем-то похожа, потому что мы находимся в Тотьме, все-таки это малый город, и здесь, слава богу, пока нет коронавируса, но есть сопутствующая коронавирусу истерия, да, то есть, разумеется, довольно сложно включиться в это все как-то вот действительно полноценно, когда ты видишь, что, в общем, ничего не изменилось, на улицах все так же, то есть, когда дождь, то иногда очень редко солнце, вот, и, в общем, жизнь продолжается своим чередом, почему должны закрываться кафе, почему должны закрываться музеи, почему мы не можем прийти на Пасху, на богослужение, вот, поэтому, конечно, безусловно, это тоже такой фактор, который немножко, скажем так, следует учитывать, когда речь идет о работе с коллективом. И в этом плане надо понимать, что сейчас, например, такой же стресс абсолютно испытывают те люди, которые нами руководят, да, то есть, я имею в виду администрации районов муниципальных, если музей муниципальный, это департаменты культуры и так далее, для них это тоже ситуация нестандартная абсолютно, вот, и ситуацию, ну, вы все тоже, думаю, прекрасно понимаете, то, сколько многочисленных бумаг с самыми разнообразными указаниями, которые порой противоречат друг другу, идет сейчас прямиком к ним, вот, а им нужно еще выдать это все нам, да, то есть, соответственно, ясное дело, что они находятся в стрессе, тоже зачастую, порой, честно признаться, вряд ли понимают смысл того, что нужно сделать, но вот речь идет, нужно запретить, да, ну, и, соответственно, что-то запрещают или что-то позволяют. Вот, поэтому задача руководителя в данной ситуации, конечно, я лично вижу, максимально оградить сотрудников от того, чтобы они получали весь этот ворох информации. Просто потому, что он им не нужен, он им бесполезен и даже вреден. Вот, то есть, я называю так называемый контент-фильтрацией. Вот, то есть, нужно обязательно из этого всего вороха вычленить то самое, что позволит сотрудникам нормально как-то воспринять ситуацию без стресса, вот, оценить, чем мы будем заниматься в ближайшее время, да, какой-то определенный список дел составить на месяц, тем более, что, слава богу, музеи могут существовать без посетителей, у нас для этого есть условия, нам проще, чем домам культуры, которым нужен зритель. Вот, поэтому, соответственно, это первое, что... Вот, потому что очень действительно много разнообразных таких моментов. Вот пример, например, да, как ситуация может влиять у нас, введены пропуска. Вот, я думаю, что эта ситуация, она актуальна для многих, да, он пропускает пропуска. Вот, но я повторюсь, что у нас вируса нет, и люди, в общем-то, опасность не ощущают. Вот, и в этом плане, вроде как, мы ходим на работу, у нас есть небольшие дежурства по музею, и у всех сразу вопрос, где взять пропуска. Пропуск дали только мне. Вот, считается, что остальным вообще передвигаться по улицам нельзя, только в ближайший магазин и в аптеку. Но, дорогие друзья, аптека, ближайшая в Тотмит, это в любом случае центр города. То есть, где бы вы ни жили, вы все равно идете в аптеку. Ну, что делать? Я говорю коллегам. Ну, если вы идете в музей, говорите, что вы идете в аптеку. Никто абсолютно в данной ситуации не будет возражать, потому что в любом случае аптека — это не окраина города, это центр. Вот, поэтому вот такие моменты стрессовые, они, в принципе, присутствуют, потому что, вот, действительно, люди не совсем понимают накала вот этой вот истерии некоторой, которая образовывается вокруг коронавируса. Вот, наверное, самый сложный момент в данной ситуации, которая у нас сложилась, это даже не мотивация сотрудников, потому что с мотивацией как-то вроде более-менее все в порядке. То есть, да, люди все равно понимают, что они хотят, понимают, что есть работа, которую нужно выполнить, понимают, что есть, мы прямо скажем, стимулирующие выплаты, которые тоже зависят от того, как они с этой работой справятся. Вот, и, безусловно, это тоже дополнительный фактор мотивации, который очень влияет на происходящую ситуацию. То есть, просидели неделю в карантине и дружненько все как-то активизировались, стали спрашивать, а когда мы будем выходить на работу. Ну и вот в итоге сейчас мы работаем по такому дежурному графику, часть дистанционно, часть дежурит в музеях. Вот, самая сложная ситуация, как мне кажется, это все-таки для тех сотрудников, которые с детьми, потому что как раз то, что уже говорили, дистанционное обучение введенное, оно, конечно, очень несовершенно, и у нас, разумеется, в глубинке это во всем проявляется. Вот, и в таком случае, когда у сотрудника трое детей, ну, руководитель, надо честно понимать, что, скорее всего, родитель будет заниматься целый день с этими тремя детьми, потому что ты работаешь учителем, ты работаешь родителем, ты работаешь воспитателем. Вот, и время на то, чтобы работать музейщиком, у тебя уже не остается. Вот, поэтому честнее для таких сотрудников, конечно, будет либо взять отпуск, как, в общем, сделала наша коллега, прямо скажем, да, либо выбрать для себя какое-то понимание процесса, да, как настроить себя на работу, взять какую-то работу, которую возможно делать в такой ситуации, не зная, какой может быть эта работа. Для каждого это работа индивидуально. Вот, но все равно из ситуации выходить надо каким-то образом, и вот если говорить о таких моментах сложных с мотивацией, то, наверное, вот в основном даже не мотивация, это невозможность исполнения работы в условиях приближенных к стрессу. Ну, как-то так. Спасибо, Алексей Михайлович. Кто продолжит? Наталья Петрова или Наталья Карпухина? Давайте, давайте я могу продолжить, да, это разговор. Слышно меня? Добрый день, коллеги. Наталья Петрова, историко-литературный музей города Пушкина. Да, очень приятно, слышно, видно все. Я, конечно, хочу сказать, что очень многие моменты уже были озвучены Алексеем Владимировичем, вот с первыми, скажем так, распоряжениями, которые вышли 13 марта, вот, и начали уже с 16 марта отправлять потихоньку сотрудников на дистанционную работу. Безусловно, я согласна с Алексеем в том моменте, что не нужно доводить до сведения сотрудников всю ту информацию законодательную, распорядительную, да, которая может только навредить сотрудникам, безусловно, мы, руководители, должны сделать четкую, жесткую выборку именно тех фраз, которые необходимы для каждого учреждения. Вот, и, конечно, когда поступают эти новые-новые документы, садишься с юристом, очень тщательно все прочитываешь, прорабатываешь, и, безусловно, делаешь по каждому новому поступившему постановлению, указу распоряжения, отдельный приказ по учреждению. Если никаких нововведений не бывает, значит, приказы остаются прежними, и сотрудники понимают, что им нужно делать. так вот, 16 марта у нас была отправлена первая партия сотрудников на дистанционную работу, в связи с тем, да, что в коллективе был человек, который, ну, еще до больших эпидемий, он был за границей, посетил ее и вернулся. Вот, был в отпуске, и, слава богу, все прошло у нас замечательно. А вот далее уже мы стали понимать, да, что, наверное, стали поступать распоряжения по поводу сотрудников 65+, да, что нужно с ними работать по-другому. Вот, мы стали продумывать, что все-таки мы можем, чтобы оградить этих людей, этих категорий, сотрудников, у которых есть, действия, как-то вот обезопасить, да, начинающие, и панику, в том числе, среди сотрудников поэтому потихонечку вот начали уже продумывать планы дистанционных работ, которые можно было бы дать людям, они спокойно могли в спокойной обстановке ее выполнять в домашних условиях. потом получилось так, что именно последнюю неделю, да, перед указом президента я находилась в отпуске, вот, и 25, 28-го должна была выйти из отпуска, и 25-го Владимир Владимирович с обращением к гражданам Российской Федерации объявил вот эту первую неделю нерабочих выходных дней. И скажу честно, да, что поначалу, конечно, было немножко тяжело осмыслить и самим сотрудникам, вот, переварить эту всю фразу, несмотря на то, что в указе значилась дата 30-е марта, да, но уже с вечера 25-го марта некоторые уже настроились на нерабочие выходные дни. Вот, и, конечно, пришлось очень быстро и оперативно свернуть свои последние отпускные дни, очень тесно взаимодействовать с коллективом, да, чтобы нам к 27-му числу подготовить тот приказ, потому что постановление губернатора Петербурга выводило нас именно с 28-го марта, да, на нерабочие выходные дни. И все было бы здорово и хорошо, и мы думали, что это все будет недолго продолжаться, до 6-го апреля, вот, ну и, конечно, сделали небольшой план работы, сконцентрировались потихонечку, вот, ну, на следующей неделе получили новые вводные, вот, и, конечно, вот здесь началась очень такая серьезная и тяжелая работа, да, по составлению уже плана на целый месяц, как мы будем жить в дистанционном, в дистанционном режиме. Безусловно, очень важно, об этом уже говорилось, мотивация, это налаживание контактов друг с другом, да, это очень сильная поддержка и помощь. Безусловно, я в большей степени взаимодействую регулярно с руководителями структурных подразделений, со специалистами, потому что штат нашего музея невелик, вот, и есть вопросы, которые не терпят отлагательства, да, несмотря на то, что дистанционно или названы это нерабочими выходными днями. поэтому, конечно, мы с руководителями собираемся, совещаемся при помощи дистанционных технологий, дальше спускаются вот распоряжения уже по сотрудникам. Сначала тоже было очень тяжело вот наладить, но что хочу отметить, что сотрудники достаточно быстро к концу вот этой первой рабочей недели уже поняли, да, что все-таки это продлится надолго, надолгий период, что 6 апреля ничего не закончится, и мы не сможем выйти на работу и работать в привычной для нас атмосфере, обстановке. Вот, у нас был сформирован, то есть между сотрудниками было обсуждено, да, как жить дальше, всем, кому необходима была оргтехника для работы дома, потому что тоже уже неоднократно говорилось о том, что в семье есть и дети, и не один ребенок, и все занимаются дистанционно, безусловно, необходима оргтехника, да, компьютеры, ноутбуки для нормальной эффективной работы, поэтому, у кого были запросы, мы по документам выдали домашние условия, ноутбуки для работы, вывели большое спасибо комиссу в облако комисс, да, тоже, что нам позволило работать, вот пока на карантине, и мы работаем, это тоже сплотило как-то коллектив, и коллектив очень быстро распределил роли, кто чем будет заниматься, в каких условиях, ну, в домашних условиях, безусловно, единственный момент, что тяжело, у нас не вся база музейная, цифрована, да, вот, поэтому, как и вот сказал Алексей Владимирович, тоже устроены дежурства с обходами по музею, и те сотрудники, которые посещают музей, они вот уже получают для себя информацию, что необходимо в музее сделать, да, какие сделать там снимки каких-то предметов, чтобы можно было продолжать в домашних условиях описание, какие можно сделать фотографии для того, чтобы подготовить историческую справку, либо какой-то пост для соцсетей, то есть вот эти вот сотрудники, которые выходят в музей, они тоже явились некими аккумуляторами того, да, что необходимо вот нам для нормальной дистанционной работы, безусловно, мы организовали обратную связь сотрудниками, я пишу им, делаю ссылки на некие вебинары, статьи, да, вот все, как работать на удаленной работе, как организовать работу музея дистанционно, прошу, чтобы по возможности они писали свои комментарии, делали отзывы, да, потом я их тоже собираю, делаю выводы, делаю обратную связь, безусловно, поощрение, оно не может не быть в данной ситуации, и как правильно сказала Александра и Мария, что стрессовая ситуация для некоторых тоже присуща, вот, некоторые сотрудники, когда мы составляли график, да, вот, вот паника у нас в Петербурге, есть заболевшие в области, да, мы не жили в такой ситуации, каждый день не мерили температуру, да, согласитесь, и мы не знали, что для кого-то может быть 37, это нормальная, 37,1, там нормальная температура, но некоторые уже ежедневно измеряя эти показания, да, стали волноваться, у кого-то запершило горло, еще что-то, вот, и, конечно, стараешься с каждым позвонить, обязательно поддержать, да, объяснить, снять вот это стрессовое напряжение, ни в коем случае, конечно, не привлекать такого сотрудника к выходу в музей, не дай Боже, да, безусловно, ограничить его какой-то минимальной работой на дому, чтобы он успокоился, пришел в себя, понял, что это все-таки, вот, ну, какое-то стрессовое, действительно, состояние, вот, и на вот этой второй неделе все благополучно у нас разрешилось, сотрудники очень сплотились в данной ситуации, они помогают друг другу, обмениваются информацией, составлен план постов, да, подготовки материала, я говорю не только о музейных работниках, а ведь в музеях есть и структуры, вспомогательный персонал, да, административный, это и специалисты по закупкам, у которых тоже работа не приостановлена, да, она движется, это кадровые сотрудники, которые тоже там и отправляются на больничные листы сотрудников, которым 65 плюс, и все, и все это мы тесно-тесно взаимодействуем, поддерживаем друг друга, организовываем свое рабочее время, я тоже все время рекомендую вот сосредоточиться именно на этом, чтобы не превращалась дистанционная работа в круглосуточную работу, но здесь уже каждый как сам может дома, так и организовывает эту работу, и сейчас я уже увидела, что сильно мотивировать уже никого особо не приходится, идеи появляются, сотрудники осваивают даже те технологии, которых мы когда-то знали понаслышке, да, вот, Zoom, там, видеоконференции, ну, я имею в виду не каждый, но есть и такие сотрудники, мы делаем аудиозаписи, обмениваемся друг с другом, как это можно сделать, потому что, ну, это не было сильно развито, например, в нашем музее, вот, и хочу сказать, что сейчас мы работаем именно на то, и каждый, я уже заметила, да, что, на имидж музея уже пошла работа, то есть каждому приятно, да, что в соцсетях, на сайте увеличивается количество просмотров, увеличивается количество участников наших групп, и это очень приятно, вот, но моменты какие-то, безусловно, были, и, безусловно, очень важно спокойная атмосфера, но у меня, как психолога, может быть, с моей стороны, вот, чтобы они посоветовали, как быть с такими ситуациями, ситуации бывают сложные, и все время поощрять, поощрять, поощрять мы это делаем, но бывают рабочие моменты, и каждый из вас это знает, и бывает, вот, сдерживаешься на последнем издыхании, да, на предел кипения бывает, вот, вот этот месяц регулярного поощрения, я не против него, да, но ситуации, когда мы обсуждаем какие-то моменты, они могут быть разными, безусловно, конечно, никто там не кричит ни на кого, никто не повышает голос, но, особенно, если это идет в переписке, да, очень тяжело передать тот эмоциональный окрас, может быть, донести тут суть, да, что бы ты хотел увидеть или услышать у оппонента, вот, бывают, возникают какие-то вот такие моменты, мы их, конечно, сглаживаем, пишем, простите, извините, но все равно какие-то, у кого-то могут остаться, ну, скажем так, осадки, да, от такого общения, вот, как может быть, что бы посоветовали психологи, как выходить из вот этой именно ситуации, именно в дистанционной, именно в дистанционной работе, потому что нет общения глаза в глаза, где ты видишь, да, что никто не ругается, никто не повышает на тебя голос, вот, просто нужно получить конкретное ответ, на конкретно поставленный вопрос, вот, и мне кажется, я бы хотела, да, в завершении вот своего выступления сказать, что я уверена, да, что искусство, красота, и, безусловно, наша культура, она всегда будет востребована в любом режиме работы, в дистанционном, и в реальном, и она спасет мир, и поможет нам всем очень быстро выйти из этой тяжелой, непривычной для нас ситуации. Спасибо большое, готова ответить на вопросы. А у наших психологов есть какой-то комментарий к вопросу Натальи Петровой? Александра, вы от... Ну, я единственное не очень поняла, да, не очень поняла вопрос, да, в частности, это было про сложность, сложность, то, что не всегда есть коммуникация, видеосвязь, не всегда есть возможность по телефону поговорить, да? Да, как-то... Именно об этом, да. Угу. Ну, а хотелось бы тогда прояснить, в чем сложности, допустим, и возможности общаться, вот, например, по телефону, говорить, или не всегда есть на это время, как? Нет, это безусловно, мы потом общаемся по телефону, и мы уже пришли к выводу, да, что безусловно, без общения, аудиосвязи, сложно общаться, и такой связи быть не может. Но, знаете, бывают поставиться задачи, да, которые необходимо решать, бывают какие-то, возможно, недопомимания, вот, какие-то препятствия для решения этих проблем, я вот именно об этом. Угу. Ну, и мне кажется, если здесь трудности и проблема только во взаимодействии, что не всегда, например, в той же переписке понятно, да, каков там посыл руководителя, да, какая интонация, может быть, какие-то основные вопросы, а очень актуальные, как раз их вынести и обсуждать их именно по телефону, по видеосвязи, а какие-то текущие дела уже там перенести, например, в переписку, то есть сделать акцент на важный и важность, да, чтобы и ваш какой-то, и в том числе эмоциональный заряд, и посыл был донесен для сотрудников определенный, конкретный, и чтобы они со своей стороны, вы могли понимать, что происходит, в коллективе, они со своей стороны могли бы высказать то, что, ну, не знаю, каких-то своих переживаниях, эмоциях, чувствах, на связи. Спасибо большое, да, Александр. Надежда Викторовна, включите микрофон, пожалуйста. Опять-таки, из моего опыта совет. Значит, вы получаете письмо, полное эмоций, и вам хочется тут же быстро на него ответить, и получается скандал. На такое письмо не надо отвечать сразу. Надо выдохнуть, попить водички, успокоиться, еще раз попробовать понять, в чем проблема, и только тогда отвечать на письмо. Это очень важно. Спасибо. А у нас еще был вопрос о том, как реагировать на коллег. Вот я хотела спросить у коллег-директоров и у Натальи Карпухиной, есть ли в коллективе такие люди, которые, ну, условно говоря, саботируют процесс дистанционной работы. Ну, президент же сказал, что мы, типа, не работаем, отдыхаем, да, что вы меня тут нагружаете. И получается, некоторые конфликтные ситуации внутри музея, нам коллеги об этом писали, что как потом смотреть в глаза тем сотрудникам, которые вот после возвращения в коллектив будет понятно, что одни пахали, а другие нет, да, и как, соответственно, наладить эти связи для того, чтобы этот конфликт такой вот удаленный, протяженный потом не разразился уже в коллективе. И как себя вести руководителю в этой ситуации? Вопрос к директорам, к психологам тоже. Ну, я могу ответить, да. В принципе, у нас таких сотрудников нет. Вам повезло. А народ писал, что такие есть. И что же делать в этой ситуации? У нас, конечно, музейные смотрители, они, конечно, сидят на нерабочих выходных днях, и мы, конечно, безусловно, их и не привлекаем. Кассиры тоже они на нерабочих выходных днях. А хранители музейных предметов, методисты, да, они, безусловно, привлечены к этой работе, потому что мы и готовим материалы, и готовим виртуальные экскурсии, и обрабатываем музейные форты. Ну, это понятно. У меня вопрос в другом. Что делать, вот, если это сотрудники так поступают? Не кассиры и смотрители, понятно, что их некуда сейчас представить, а именно сотрудники. И как потом в коллективе решать эту конфликтную ситуацию? Ну, мне кажется, что, в принципе, сотрудник потом осознает, понимаете, вот, то, что он себя так вел. Потому что, когда он видит, что весь коллектив включился в работу, вот, ну, это мое личное мнение, да, но вот на сегодняшний момент, заставить его работать официально, да, мы не можем. Не рабочие выходные дни. Но, тем не менее, у нас есть вот все те же распорядительные документы, того же Министерства культуры, приказ, да, где написано, что мы обязаны обеспечивать, да, безопасность музейного фонда. Те же планы по госкаталогу. Ну, значит, он... который никто не отменял. Да, да. Значит, этот сотрудник, если он в данной ситуации принимает для себя решение, что он не выполняет эту работу, она безусловно распределяется... Ну, это... У нас такого нет, я просто теоретически, да, говорю, что эта работа распределяется на его коллегу рядом, который эту работу за него выполняет. Ну, по мне кажется, что такой сотрудник, наверное, в течение месяца, ну, совесть его, наверное, каким-то образом должна... Ну, вниз победить. Победить должна. Наталья Карапухина. Алексей Михайлович. Да, тут вообще интересно, есть ли у кого-то из тех, кто сейчас присутствует, такой интересный, или неинтересный, наоборот, для руководителя опыт, да, потому что у нас ведь тоже, в принципе, сотрудники все-все поняли, все работают, но вот кто-то из смотрителей ушел в отпуск, а кто-то не ушел, в принципе, я не пойду. Вот, а если говорить о сотрудниках, вот, может быть, есть какие-то примеры, уже вот живые, среди тех, кто сейчас в конференции? Я знаю, что такие примеры есть, но не все решаются об этом сказать, потому что возникает, особенно в больших музеях, вопрос корпоративной этики. Тогда вопрос по психологам. Как поступать в такой ситуации? Действительно, и руководителям, в частности, и сотрудникам, которые работают, и выйдут потом на работу с этими сотрудниками, которые не работают. Ну, здесь, да, я кого-то перебила. Мария, вы начали говорить. Ну, вы скажите, потом мы Марии предоставим слово. Я думаю, ну, здесь важно, да, какие-то нюансы, не очень понятно, да, что это за ситуация, да, и, как уже говорят руководители, есть ли возможность, есть ли нормативная база, по которой можно привлечь сотрудника так или иначе к работе, да, здесь много всяких нюансов, но я знаю, что в некоторых музеях, например, это реализуется так, что часть, там, сотрудников уходит без, да, кто-то на удаленную зарплату, да, и он ведет, условно говоря, ежедневное свое расписание в течение рабочей недели, и по итогам руководитель принимает решение за месяц о возможном поощрении, например, если это, да, говорить о какой-то, там, премиальной части оплаты труда, поощряйте его или не поощряйте, да, есть, там, допустим, та часть работы, когда сотрудники сознательно, например, отказываются от удаленной работы, да, и тогда им, в общем-то, они получают, условно говоря, там, ну, какую-то, какую-то часть своей зарплаты, да, в основном, может быть, какой-то там охладной части, уменьшенной части, то есть, ну, это, да, все понятно, здесь важно понимать, как регулируется все это в музее, да, и какие вот есть правила и возможности, которые ограничивают как-то или какие-то возможности в этом случае дают для сотрудников, ну, а если говорить уже о конкретных конфликтных ситуациях, которые можно, которые могут потом возникать, то, безусловно, конечно, обсуждайте, обговаривайте все эти моменты между коллегами, но без диалога здесь никак, да, и возможность выразить какое-то свое недовольство, но так или иначе, в какой-то там форме донести и обсудить из коллег, что с ним происходило, но на самом деле здесь важно понимать, что с этим человеком происходит, возможно, он может быть в каком-то глубочайшем стрессе и может быть совершенно лишен возможности работать, да, не знаю, либо у него технически нет, либо там весь его день занят занятиями с детьми, или, возможно, он вообще находится в каком-то там депрессивном состоянии, в апатичном состоянии и совсем не работоспособен, то есть, ну, здесь важно, конечно, понимать, что происходит, и, да, возможность как-то обсуждать это с сотрудником, и далее уже непосредственно с коллегами после выхода, того, чтобы решить этот конфликт. Мария Владимировна, вы хотите что-то добавить? Ну, я только, наверное, да, еще раз повторюсь, то, что говорила Александра, и о том, что нужно с этим сотрудником обязательно долго разговаривать, выяснять, в чем причина, и что, собственно, происходит, и тогда в общем чате, где все люди, да, соответственно, тоже это обсуждать, и говорить о том, что, там, это вот наш музей, мы там делаем это для того-то, для того-то, чтобы наша там работа не останавливалась, это так важно, ну, то есть, на какую-то важность работы, и важность, ну, вклада, да, делать акцент. Получается, что это ответственность директоров, и руководители структурных подразделений, своим премьером, да, или как-то въединяя, кооперируя, соответственно, организовать эту работу, потому что, вот нам в чате пишут, представители больших музеев говорят, что у них эта вообще работа никак не организована, да, и что это, в общем, саморегуляция коллектива происходит таким образом, потому что, ну, некоторых вообще трофировано чувство стыда, да, некоторые считают, что вот им положено, они будут этим, ну, наслаждаться свободными выходными днями, да, другие, у других есть какая-то внутренняя мотивация, третьи понимают, что, может быть, они бы отдохнули, но при этом понимают, что если нормы госкаталога, условно, я сейчас говорю про хранительские подразделения, да, с них никто не снимал, то потом им что, вместо отпуска костьми ложится, потому что все равно придется эту норму выполнять, да, вот, поэтому здесь получается, что у нас никаких рецептов мы выдать не можем, получается, что нужно учитывать специфику ситуации, да, собственно, свой коллектив хорошо знать, чувствовать, и здесь получается большая ответственность, роль руководителей и собственной музеи структурных подразделений. Наталья Карпухина, вы скажете нам сегодня что-нибудь? Здравствуйте, коллеги, очень рада видеть многих из вас, которых я только вот в группе иногда читаю, и на самом деле вот этот формат, он настолько нас сплачивает, и в сегодняшней атмосфере этого невроза и всех этих ситуаций, которые разворачиваются, вот, мне кажется, это так важно, когда у музейщика есть поддержка, вот, поэтому наша группа, она вот первый наш, наверное, такой стимул к работе, и когда ты можешь всегда обратиться к коллегам и прочитать, мы с тобой поделимся обязательно опытом, и помогут, вот, это всегда очень поддерживает и помогает в работе, я сейчас говорю конкретно про себя, что сказать про своих коллег, ну, наверное, здесь у нас очень положительный опыт, и мне повезло с теми людьми, во-первых, сама себе подбирала этих коллег, и у меня очень небольшой коллектив, и практически за каждым, в каждом я уверена, и каждому я доверяю, и вот это вот доверие, и умение выстроить отношения с каждым человеком, оно, конечно, в коллективе очень важно, и еще, знаете, здесь хочется сказать, что ситуации, вот, очень правильно Наталья Петрова говорила о том, что не всегда понятны какие-то коммуникации через текст, который мы направляем, зачастую в коротких сообщениях, вот, я вообще очень рекомендую за вот нашу вот эту удаленную работу очень внимательно отнестись к цифровому этикету, есть даже такой телеграм-канал, прямо он так и называется, цифровой этикет, пожалуйста, подключитесь к нему, посмотрите, там есть очень важные, правильные советы, помимо переписки можно записать аудиосообщение, которое лучше выразит и передаст вашу эмоцию, вот, если вспомнить про то, как мы входили в этот режим, то мы уже две недели на самоизоляции, так называемой, но перед этим нам за неделю было понятно, что вскоре это произойдет, и мы должны, и уже многие музеи, кстати, уходили, вот, и мы просто сориентировались, встретились все вместе с коллегами, обсудили, кто что может делать, примерно, что надо доделать, какие-то дооцифровать, книги или предметы, кто что может взять с собой на дом, какую работу, и это все уже у нас было понятно, буквально вот до выхода на самоизоляцию. У нас не прекращаются совещания и планерки, которые директор, наш руководитель проводил, проводит еженедельно, в понедельник утром, мы все встречаемся точно так же в Zoom и обсуждаем все наши вопросы, проблемы, делимся тем, что произошло у кого за неделю, это тоже очень хорошая поддержка. Вообще, нужно сказать, что коммуникация за счет вот этих всех ресурсов, она, конечно, повышает какой-то внутренний стимул к работе, потому что ты можешь всегда встретиться и обсудить с коллегами вот вживую, а не только написать в чате что-то, и если какие-то возникают вопросы, мы обязательно это все обсуждаем, проговариваем. Вот после первой недельной изоляции, после нашего с вами первого вебинара, мне очень стало интересно, я в Телеграме, у меня есть наш чат фонды, я задала коллегам несколько вопросов, на которые получила интересные ответы. Я хотелось бы прям вот немножко зачитать, мне было интересно, с чем мы столкнулись вот за первую неделю самоизоляции, потому что очень важно было дать освоиться в этих новых условиях людям, несмотря на то, что мы, в принципе, как бы все достаточно молодые, современные, и мы все умеем работать на удаленке, даже если я заболеваю и не выхожу на работу, я все равно могу себе позволить включить комиссы, поработать, где-то что-то посмотреть. Ну вот, было просто непонятно, кому чего не хватает, и вот неделя первая она показала. И из моих вопросов, в общем-то, меня интересовало техническое оснащение, которое, в принципе, уже заранее было продумано, здесь все в порядке, почти все сказали, что все нормально. Социального характера, вот спасибо коллегам-психологам, которые раскрыли нам некоторые хорошие, подсказали идеи, да, действительно приходится что-то делить с детьми и где-то как-то с близкими выяснять, вот где все-таки пристроиться и поработать. Мотивационные проблемы распределиться, и потом все свои планы, которые вы поставили, как бы к концу недели успеть выполнить, да, это оказалось некоторой проблемой, опять-таки из-за того, что человек пока еще не привык так работать. Вот, но самое интересное были ответы, что вот практически 80% ответивших на этот вопрос, ну, вернее, кто проголосовал за этот вопрос, переживают, что много дел осталось на работе и к ним нет удаленного доступа. Это действительно очень важный аспект, потому что хранители, и почему, собственно, мой комментарий к одному из постов в группе Музейный учет Форева был, что очень странно, что хранителей вообще надо мотивировать. Мне кажется, что хранитель это практически неисправимый музейщик, который все время чувствует ответственность перед собой, перед своим руководителем, перед главным хранителем, перед директором и прежде всего перед предметами, потому что он сам знает, какие у него есть хроники, какие у него есть больные вещи, как они себя чувствуют, как нужно за ними, где следить. Конечно, сейчас в удалении организовать температурно-влажный режим и все вот эти обеспечения, ежедневное посещение фондов практически нереально. У нас это сделано за счет того, что каждый день выходит дежурный научный сотрудник, в том числе, кстати, смотрители. Смотрители выходят у нас по графику, все дежурят по одному разу в неделю для того, чтобы производилась уборка в экспозиции. И дежурный научный сотрудник, если это из нашего отдела, мы разрешаем ему дистанционно, совместно со смотрителем и сотрудником охраны скрывать фонды для уборки в присутствии. Вот это, естественно, все заносится в книгу, в журнал учета. И мы можем проверять вот этот температурно-влажный режим хотя бы там два раза в неделю у нас так получается. Вот. И мне бы еще, конечно, очень важно было, наверное, сказать о том, что взаимоотношения в коллективе должны выстраиваться все время и очень деликатно, и нужно правильно выбирать работу для тех сотрудников, которую ты знаешь, что они могут выполнить, и ее доверять, и потом проверять. Ну, естественно, это приходится делать неизбежно. Вот. А если ты знаешь, что сотрудник не справится, категорически не справится с этими задачами, ну, не надо ставить перед ним. Понятно, что вот здесь кто-то из коллег написал в комментариях, что 100% всех обеспечить полноценной занятостью на удаленке не получится, и не надо этого требовать. И с точки зрения, вот мне кажется, с моей не надо это требовать и от себя. Понятно, что вот там сегодня страстная пятница, когда я пеку куличи, у меня все утро ушло на это, потом вебинар. То есть что-то я себе планировала на этот день, я могу что-то сдвинуть и сделать это там, допустим, даже завтра. Вот. Это все режим самоорганизации, он у каждого свой, и в зависимости от какой-то семейной ситуации. Вот. Но еще очень важно на удалении исключить, такое сейчас появилось современное слово, понятие, как токсичность в отношениях. Не надо лишний раз подтрунивать и задевать коллег и где-то что-то требовать, где-то как-то вот давить лишний раз. Если это можно иногда как-то применять в моменте управления вживую, то на удаленке это все, наверное, более остро ощущается, более болезненно и в зависимости от того, ты же не знаешь в какую ситуацию сейчас, в какой ситуации сейчас находится твой сотрудник. Вот. Ни в коем случае нельзя допустить вот какой-то вот такой неделикатности. Вот. Ну, что еще? Мы для себя сделали, ну, у нас все сотрудники, которые работают на удаленке, мы сделали такие Google-таблицы, в которых мы планируем свою неделю и в конце пятницы к 17 часам у нас идет отчетность. Я таблицы проверяю за всех своих сотрудников, заполняю таблицу на себя, если хотите, могу включить демонстрацию экрана и показать. И, естественно, в сеть директор, наш руководитель, который точно так же принимает решение о каких-то вдруг возможных надбавках. Сейчас пока не очень понятно, какие надбавки будут и что может быть у нас просто будет голый оклад и мы практически все будем в равных условиях по оплате, ну, по вот по окладу. Но все равно очень важно вот какую-то свою не знаю, любовь к работе поддерживать, потому что ну, я неисправимый музейщик, я уже около 20 лет работаю в музее, последние 11 лет главным хранителем, и просто вот так вот, знаете, отпустить ситуацию и подумать о том, что, а, ну, можно ничего не делать наконец-таки, у меня просто не получается. И я очень рада, что у моих сотрудников точно так же не получается, как и у меня. Значит, мы просто нашли друг друга. И мне очень печально слышать, когда вот кто-то из хранителей совершенно спокойно может действительно переложить эту ответственность на кого-то из коллег, и просто не подумав о том, что потом ему, может быть, придется самому это дорабатывать. Это даже не связано с какими-то финансовыми поощрениями. Просто какой-то этикет в общении, которое будет после удаленки. Наверное, мы, конечно, все простим друг друга и забудем, потому что, наверное, этим месяцем не ограничимся, скорее всего, это будет немного дальше. Но так или иначе, ну, ко всему надо подходить просто индивидуально, логично и очень деликатно, потому что ситуация действительно для всех очень новая, для всех она впервые, и давайте просто уважать и любить друг друга, и я очень благодарна нашему руководителю, который показывает, в общем-то, на своем примере, как это все делается, и нам очень не хочется подводить его, мы это все понимаем и готовы всегда поддержать и принять любую какую-то эстафету в работе и подключиться там, где нужно, общение с коллегами, с остальными у нас не прекращается, то есть мы постоянно на связи, у нас очень много разных отдельных чатов в Телеграме, мы в основном пользуемся этим каналом и по фондам, и по выставкам, и по виртуальным выставкам, и чат руководителей, ну, то есть это все в своем режиме. Спасибо. Лев Яковлевич поднимал руку, Лев Яковлевич, вы хотите что-то сказать? Поскольку, поскольку время заканчивается, я буду предельно краток изложу, ну, буквально вот тезисы некоторые, значит, ситуация, с которой мы столкнулись, такова, что иногда у хранителя возникает вопрос, а что я мог бы сделать? Мне кажется, что сейчас есть возможность сосредоточить внимание на том, на что у нас не хватает время в обычной ситуации, в традиционной. В первую очередь, это качество описания музейного предмета. То есть, мы можем сосредоточить свое внимание на том, чтобы заполнять те поля, которые мы никогда не заполняли, исследования, описания музейного предмета и так далее. Второй момент, словари. Словари это очень важная вещь, и не всегда мы обращаем на них внимание, достойное того, чего достойны эти словари. Работа со словарями, в том числе и с такими, например, простейшими, как материал, техника, авторы там и так далее, это очень важный момент. И третье, это работа с подготовкой данных для госкаталога. Спасибо, я завершил свое выступление. Спасибо. Здесь вопрос к нашему сообществу. Скажите, пожалуйста, у кого-то продолжаются сверки? Я, честно говоря, не очень могу понять, как это можно сделать в отсутствии музейных предметов. Может, кто-то прокомментирует из главных хранителей? Да, Наталья Карпухина. У меня, да, у меня есть небольшой опыт. Я сейчас просто отсканированы у нас все книги, все прикреплены к комиссу, и мы просто сверяем с данными, в базе данных комисс и с выгруженными в госкаталог данными. Конечно, мы сейчас не можем взять предмет и посмотреть на него, но так или иначе, вот этот момент я просто доделываю сама. Кое-что у меня оставалось. Вот он возможен дистанционно, и действительно, вот Лев Киакович сейчас сказал, есть еще такая работа, как научные паспорта, которые мы обязательно выводим. Мы тоже это делаем с коллегами и выверяем справочники, это тоже очень важно, и до них всегда не доходят руки, не только у нас, но и у нашего научного отдела, который нам сейчас выводит. Ну да, вот Светлана дополняет, что можно делать научные каталоги, мы тоже сверяем базу данных с книгами поступлений, ну понятно, что мы находим, чем нам заняться. А вот среди нас есть Мария Самсонова из Третьяковской галереи, она говорила, что она не очень согласна с предыдущими ораторами. Мария, может быть, вы подключитесь и комментируете свою позицию? Да. Вас не слышно. Торас, так слышно? Да, вот сейчас лучше. Я согласна с коллегами, единственное, меня немножко подгородило выражение... А вы не могли бы погромче, потому что не слышно? Да, вот так хорошо? Так лучше, да. Отлично. Я скажу, с чем я согласна. Я согласна с тем, что на онлайн-работе мы должны как раз больше быть людей. И с чем? С тем, что мы очень сильно как творить и профессионально встречаем людей, которые вокруг нас. Слышно? Вот сейчас слышно, а до этого тоже не было слышно. Да. Так, меня так слышно? Да, так лучше. Итак, онлайн, почему мы должны быть более привлекательны, да, и больше мотивировать своих сотрудников, чем в жизни, в живой? Потому что нас не видно, не слышно. Человек нас не чувствует, он не чувствует нашей эмпатии. Он видит только буквы, цифры, еще что-то. Поэтому как раз здесь мы с мотивацией работаем еще больше. Я могу продемонстрировать пару слайдов, не всю презентацию, которую мы готовили для себя и работаем по этой системе. Александра Караваева, она уже рассказывала о том, как мы поддерживаем наших сотрудников. А мне хотелось бы рассказать быстренько. Итак, у нас есть два направления. Это психологическая поддержка, о которой говорили, и поддержка профессиональных навыков. Очень здорово, вы ее сейчас затронули с точки зрения хранителей, а с точки зрения администрирования и всех фронт-служб, которые работают с посетителями. Чем мы сейчас занимаем людей? Повторение базы знаний. Правила, стандарты обслуживания, тесты по стандартам, тесты английского языка, творческие задания, предложения, онлайн-обучение, привлечение других тренеров, обучение через Zoom, совещание, мозговые штурмы, команда образования и проекты. То, что звучало тоже у других коллег, это безумно важно. И безумно важно хвалить. Вот. В связи с этим также, да, ну вот здесь просто все перечислено, творческие задания. Сейчас у нас стартует несколько сразу мобилизованных, созданных из разных отделов творческих объединения. Действительно, нельзя стопроцентно всех занимать, и кто-то вообще не может. Поэтому мы делаем такую коллаборацию, и люди, которые будут привлечены к работе, они свои KPI и получат, они отработают. Остальные действительно тоже нет. Соответственно, у нас работает телефон доверия, тоже Саша сказала, и очень активно я рекомендую применять гемификацию. То есть, помимо каких-то профессиональных навыков, которые не позволяют людям заржаветь в мозгах и все время держать в голове, я хочу вернуться на работу именно туда, потому что часть людей, извините, но это честно, покинет наши ряды. Посидев дома, пересмотрев свои приоритеты, они могут остаться дома. И наша задача как руководителей держать их, держать их, напоминать о себе. Соответственно, что мы используем в работе? Дневник эмоций, это больше психологии, квиз отделами либо семьями. Можно играть в какие-то онлайн-игры по заданиям. мы делаем онлайн-встречи, вечеринки, и вот то прекрасное общение, которое было по факту, мы переносим в онлайн. И это каким-то образом закрывает наши проблемы с отсутствием общения, и мы держим людей. В принципе, все, что я хотела быстро сказать. Вот, если есть какие-то вопросы, могу быстро ответить, как это у нас происходит, опять же. Да, слушаю. я пока не слышу вопросов, но вот в частности, например, Вера Чебунина предлагает, опять же, если вернуться к фондовикам, то проводить сверху учетную документацию, делать заверительные акты к тамам книгам по их сканам. Кто-нибудь еще что-то предлагает такое для общения и поддержания интереса к жизни? Кроме вот опыта Третьяковской галереи есть что-то? Я посмотрела, что Светлана Воробьева написала ссылку на письмо Минтруда, да, и если, опять же, говорить о финансовом поощрении, то, что Минтруд давал разъяснение про то, что зарубная плата такая же остается, да, но если в договоре есть часть зарплаты, которая в виде премии, то ее могут, соответственно, тем, кто остается дома не работать, не выплатить. То есть, это такой вопрос руководства, да, и, видимо, во многих музеях ситуация будет развиваться так. Что, как мы еще можем друг друга поддержать? Есть ли вопросы к докладчикам? Наталья Карпухина? Да, я хотела еще добавить, вот в нашем музее сложилась недавно такая традиция, мы проводим ридинг-группу. Раз в месяц, сейчас немножечко почаще, раз в две недели мы встречаемся со всеми желающими, заранее рассылается какой-то текст, связанный с музейной историей, с музейной деятельностью, с созданием экспозиции, либо какая-то видеотрансляция, которую мы пересматриваем, и дальше мы точно так же в зуме просто это все обсуждаем, перекладываем на себя, пробуем, экспериментируем, конечно, на словах, что-то обосновываем, как высказываемся, кто что думает по поводу той, например, ситуации. Вчера мы, например, обсуждали одну из первых выставок марсистскую в Третьяковской галерее, кстати, тоже очень интересные тексты, авангардная музеология, вот, это, ну, как бы такой опыт, который тоже помогает с одной стороны повысить квалификацию, где-то пополнить свои знания недостающие, что-то дочитать, с другой стороны обменяться опытом с коллегами, и очень интересно порой узнать мнение сотрудников, мы привыкли вот общаться, например, в отделе больше и знаем мнение примерно друг друга, а вот совершенно другой взгляд может быть у сотрудников из пиара отдела, из экскурсионного отдела, как они смотрят, и, конечно, вот на таких ридинг-группах мы с удовольствием это все обсуждаем и обмениваемся, вот, и еще я хотела сказать, что сейчас у многих музеев я знаю, что появилась вот такая возможность, мы выводим на печать в ВОРД из комиссы учетную документацию, кроме КП, все остальные книги, ВХ, ВП, инвентари, вот мы выводим на печать, и мы сейчас с отдела хранения как раз занимаемся выведением и выверкой всех этих сведений и данных в ВОРДовских распечатках, чтобы потом уже просто отдать в типографию и напечатать. Вот еще. Спасибо. Друзья, есть еще какие-то вопросы к психологам или кто-то хочет поделиться своим опытом? Мы с вами уже работаем 2 часа 15 минут, и я думаю, что, наверное, уже пора полюбить друг друга и заканчивать, несмотря на то, что мы очень рады видеть друг друга. И в завершение я хотела бы передать слово Надежде Викторовне Бракер, которая расскажет о сюрпризе, которую подготовил Адип. Это наша встреча не последняя. Надежда Викторовна, вам слово. А тут я пробую вывести на экран демонстрацию. Так, что ли. Получается? Я не знаю. Получается? Да, да, да. Сейчас идет. Ага. Получилось. Друзья, хорошая новость состоит в том, что все вы уже участвуете в конференции Адип дома 2020. Мы решили не пропускать этот год и устроить распределенную во времени онлайн конференцию Адип. Значит, каждую пятницу будет какой-то вебинар. Вот первые вебинары уже два прошли. Вот еще, что мы наметили. Цифровой этикет, кстати, будет тоже. И 29 июня мы проведем однодневную большую конференцию с произведением итогов и с планами на будущее. Нам же придется выходить из онлайна, в оффлайн. Мы все в это верим и ждем этого. И все это будет обсуждаться в конце вот этой длинной конференции Адип. Теперь, как можно нас смотреть? Вот сегодня, кроме Зума, уже была трансляция на Ютьюбе. После окончания заседания ссылка будет выложена. таким образом количество людей, которые участвуют во всем этом, очень сильно увеличивается. Значит, тот, кто не зарегистрировался в Зуме, тот, кто не участвует, вот так, как мы с вами сегодня непосредственно на вебинаре, он все равно может посмотреть в Ютьюбе либо в то же время, либо потом, а обратную связь организовать через электронную почту или через Фейсбук. На Фейсбуке в группе Адип и в группе Музейный учет Форева будет информация. Так что не оставляйте стараний и участвуйте каждую пятницу в вебинарах Адип. От себя хочу сказать, что я просто восхищаюсь всеми вами. Музейные работники золотые люди. Так быстро перейти в онлайн, так организовать работу, участвовать и верить в будущее. Коллеги, я горжусь, что я принадлежу вашему сообществу. Большое всем спасибо. Спасибо. Надежда Викторовна, вы не могли бы убрать свой... Да, спасибо, чтобы мы могли еще раз друг на друга посмотреть. Я думаю, что наше время уже истекает, уже достаточно долго общаемся. Я хотела поблагодарить наших психологов, которые не отказали и потратили на нас почти два с половиной часа своей жизни и до этого еще готовились. Спасибо вам большое. И если еще будут какие-то вопросы, вы же, наверное, не откажете, если мы к вам обратимся, да? Я от себя говоря буду рада, да. Да, спасибо большое. Ваши презентации, если несложно, вы бы отправили мне на почту, мы бы их выложили тоже в наших группах, потому что, наверное, кому-то это будет очень полезно. Я благодарю всех нас, да, у нас сегодня было 60 участников в Зуме и 8 тех, кто нас смотрел на Ютьюбе, и я надеюсь, что мы с вами будем встречаться и дальше. А следующая встреча у нас будет с Татьяной Николаевой, которая тянет руку. Татьяна Николаева, включай микрофон. Выключен. Включен. Здравствуйте, коллеги. Я всех приветствую и надеюсь, что мы через неделю с вами увидимся и будем говорить уже подробнее о том, как мы перешли дружно в онлайн, а главное о том, что мы это делаем дружно. И делаем это для того, чтобы вернуться и, конечно, частично там остаться, потому что совсем уйти от этой работы мы не сможем, мы ее начали давно, сейчас она в более активной фазе, и я надеюсь, что это все останется и потом. Вот, и я надеюсь, если у вас есть какие-то уже вопросы сейчас, пожалуйста, реагируйте, задавайте их, и чтобы к следующему разу у нас состоялся не менее интересный разговор, чем сейчас. Спасибо всем большое. Да, потому что это, в общем, некоторый вызов, особенно для провинциальных музеев, когда можно подручными средствами вдруг перейти в онлайн и что-то такое придумать. Я надеюсь, что у нас получится интересный разговор в следующий раз. Спасибо вам всем большое. Александр Артамонов, наверное, сейчас делает свой привычный жест, из тех нас отключит, ну, а мы будем, Александр обработает видео, и сегодня в течение нескольких часов я его уже выложу, а все наши группы, ссылки вы получите. Спасибо за участие, дорогие друзья. Вместе мы сила. Громадное спасибо всем. Взаимно, коллеги, мне кажется, что, поскольку шла трансляция на YouTube, честно говоря, я впервые это делаю, но если она там останется, то она останется сразу, и ее можно будет просто пересмотреть. Был очень рад всех видеть, до следующей пятницы, пока. Спасибо, ну, мы разберемся, до сих пор. Конечно, до сих пор. До свидания. Александр Артамонов, свой жест. Я не буду, что-то, оно не синхронизируется. До свидания, до скорых встреч. Счастливо, да. Спасибо вам всем. Спасибо, до свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok